Ссылку на закон, который ограничивает мое право. Вопросы суду не надо задавать. Я ставлю вопрос перед судом. Кроме того, отводы в составе суда секретаря имеются? Имеются. Заявление о подводе секретаря судебного заседания. Совершение секретарем судебного заседания противооправных действий вызвало сомнения в объективности и беспристрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Не поддерживаю. Необходимо отказать. Я же отказываю от Вечко. Возложил мне обязанности заявить мировому суде отводу. Суд никак не отреагировал на действия секретаря-помощника мирового судей, совершенные в обход требования указанных норм закона. Мировой судья Ироваев фактически подтвердила свою неспособность осуществлять правосудие належащим образом в точном соответствии с нормами процессуального права. Чем нарушила права заявительницы? Естественно, создал заявительницу препятствие. Отказал заявительнице в проверке оригиналов. Не предоставил мне оригинала для обозрения. Какой договор управления? Вы не говорили вам про договор управления? Давайте тогда исследуем эти документы на сайте. Суд полагает, что необходимо отказать. Сторона ответчика в нарушении 35-й статьи ГПК злоупотребляет правом затягивать судебный процесс. Обращаю внимание на суда. У меня еще заявление есть. Сторона из СССР возражает о приобщении данного заявления. Еще не все заявления. Мы перешли к стадии... Вы не огласили, что мы перешли к стадии. Возражаю. Это все взаимосвязано. Не перебивайте меня, пожалуйста. Уважаемый суд, у меня есть еще... Я делаю отвечку, делайте замечание за нарушение порядка в судебном заседании, поскольку отвечик перебивает суд на докладе. Вам понять, что я не могу? Нет, возражаю. Проходите. Услушайся гражданское дело, то есть общество, сограниченное ответственное тюре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Имеется Имеется Заявление о подводе секретаря судебного заседания Субтитры создавал DimaTorzok Заявительница установила Субтитры создавал DimaTorzok 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 Протоколы судебного заседания по гражданскому делу Без номера от 9 марта 2022 года На пяти страницах и от 30 марта 2022 года, которые прилагаются. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанного протокола с нарушениями закона, а также о совершении секретарем судебного заседания действий в обход требований, установленным частями 2, статьи 12, статьями 55, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 1, части 2, статьи 229 Гражданского правительственного кодекса Российской Федерации с противоправной целью сокрытия от заведенницы информации о фактическом наименовании суда, оформивших этот протокол, а также создании ей препятствий в получении из этого документа информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Указанные действиями секретарь судебного заседания нарушил права заявительницы, гарантированные ей статьей 18, пунктами 1, 2, статьи 19, пунктами 2, статьи 24, пунктом 4, статьи 29, пунктом 2, статьи 50 Конституции Российской Федерации. Совершенное секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнение в объективности и беспристрастности этого сектора и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Далее в протоколе том 1 лист дела 157-159 существенные сведения об имени и отчестве мирового суди Караевой были заменены путем указания инициала, что подтверждается этим протоколом том 1 лист дела 157-159. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанного протокола с нарушением закона, а также о совершении секретарем судебного заседания действий в обход требований, установленных частью 2, статьи 12, статьями 57, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 1, части 2, статьи 229 Гражданского опросуального кодекса Российской Федерации, а также статьей 19 Гражданского кодекса Российской Федерации с противоправной целью сокрытие от заявительницы информации о фактическом имени и отчестве Караевой, а также создание заявительницы препятствий к получению из этого документа информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Указанными действиями секретарь судебного заседания нарушил права заявительницы, гарантированные статьей 18, пунктами 1, 2, статьи 19, пунктом 2, статьи 24, пунктом 4, статьи 29, пунктом 2, статьи 50 Конституции Российской Федерации. Совершение секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнения в объективности и беспристрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Далее в протоколе тома 1 лист дел 157-159 совершенные сведения об имени и отчестве секретаря судебного заседания Семенова были заменены путем указания инициалов, что подтверждается этим протоколом. Лист дела 157-159. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанного протокола с нарушением закона, а также о совершении секретарем судебного заседания действий в обход требований, установленных частью 2, статьи 12, статьями 55, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 1, частью 2, статьи 229 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации. А также статьей 19 Гражданского кодекса Российской Федерации с противоправной целью сокрытие от заявительницы информации о фактическом имени и отчестве секретаря судебного заседания, а также создание заявительницы препятствий в получении из этого документа информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Указанными действиями секретарь судебного заседания нарушил права заявительницы, гарантированные статьей 18, пунктами 1, 2, статьи 19, пунктом 2, статьи 24 и пунктом 4, статьи 29, пунктом 2, статьи 50 Конституции Российской Федерации. Совершение секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнение в объективности и беспристрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Далее в протоколе том 1 лист дел 157-159 не нашли своего отражения существенные сведения о номере дела, присвоенном судом первой инстанции, что подтверждается и этим протоколом судебного заседания. Лист дела 159-157. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанного протокола с нарушением закона, а также в совершении секретарем судебного заседания действий в обход требований, установленных частью 2, статьи 12, статьями 55, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 1, части 2, статьи 229 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с противоправной целью сокрытие от заявительницы информации о фактическом номере дела, присвоении судом первой инстанции, а также создании ей препятствий, получение из этого документа информации об обстоятельствах, имеющие юридическое значение. Указанные действия секретарь судебного заседания нарушил права заявительницы, гарантированные ей статьей 18, пунктом 1, 2, статьи 19, пунктом 2, статьи 24, пунктом 4, статьи 29, пунктом 2, статьи 50 Конституции Российской Федерации. Совершение секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнения в объективности и беспристрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Далее в протоколе, лист дел 157-159, нашли отражение, недостоверные сведения об открытии председательствующего судебного заседания в сообщении о дате и времени начала судебного заседания, тогда как фактическое судебное заседание, восстановленное законом в порядке, открыто не было, что подтверждается имеющейся записью судебного заседания 20 апреля. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанного протокола с нарушением закона, а также совершении секретарем судебного заседания действий в обход требований, указанных частью 2, статьи 12, статьями 55, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 1, части 2, статьи 229 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с противоправной целью предоставить заявительнице недостоверную информацию о совершении председательствующих действий, которое это лицо не совершило, а также создавая заявительнице препятствия получения из этого документа достоверной информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Указанные действия секретарь судебного заседания нарушил права заявительницы гарантированной статьей 18, пунктами 1, 2, статьи 19, пунктом 2, статьи 24, пунктом 4, статьи 29, пунктом 2, статьи 50 Конституции Российской Федерации. Совершение секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнение в объективности и беспестрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Далее в протоколе, том 1, лист дела 157-159, нашли отражение недостоверное сведение о совершении секретарем судебного заседания, сведения о явке, извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанного протокола с нарушением закона, а также о совершении секретарем судебного заседания действий в обход требований, установленных частью 2 ст. 12 ст. 55, 59, 60, 67, 195, ч. 1 и пунктом 1 ч. 2 ст. 229 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с противоправной целью предоставления заявительнице недостоверной информации о совершении секретарем судебного заседания действий, которые это лицо не совершало, а также создание заявительницы препятствий получения этого документа достоверной информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Указанные действия секретарь судебного заседания нарушил права заявительниц, гарантированные ст. 18, пунктом 1, 2 ст. 19, пунктом 2 ст. 24 и пунктом 4 ст. 29, пунктом 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации. Совершение секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнения в объективности и беспристрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Далее, в протоколе т. 1 лист дела 157-159 нашли свое отражение недостоверные сведения о разъяснении председательствующим права заявлять отводы, основания для отводов, порядки их разрешения и последствий удовлетворения заявлений об отводах по правилам ст. 16-21 Гражданского официального кодекса Российской Федерации, тогда как фактически эти процессуальные действия председательствующим не совершались. Копия указанной части протокола размещена ниже. Зачитаю. Председательстве объявляет состав суда разъясняет право заявлять отводы, основания для отводов, порядок к их разрешению и последствия удовлетворения заявленных об отводах по правилам ст. 16-21 Гражданского официального кодекса Российской Федерации. Несение в протокол недостоверных сведений заявительницы создали препятствия в получении ей из протокола достоверной информации о фактических обстоятельствах, имеющих юридическое значение. А также для создания видимости, законности и обоснованности действий председательства в этом судебном заседании. Указанные действия секретарь судебного заседания нарушил права заявительницы, гарантированные ст. 18, пунктом 1.2 ст. 19, пунктом 2 ст. 24, пунктом 4 ст. 29, пунктом 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации. Совершение секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнения в объективности и беспестрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Далее в протоколе в том 1 лист дела 157-159 не нашли своего отражения существенные сведения о содержании заявления об отводе секретаря судебного заседания, оглашиваемым заявительницей, что подтверждается самим протоколом лист дела 157-159. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанного протокола с нарушением закона, а также о совершении секретарем судебного заседания действий в обход требований, установленным частью 2, статьей 12, статьями 55, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 1, части 2, статьи 229 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации с противоправной целью сокрытия от заявительницы информации о фактическом месте оформления этих протоколов, а также создании и препятствий в получении из этого документа информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Указанными действиями секретарь судебного заседания нарушил права заявительницы, гарантированные статьей 18, пунктами 1, 2, статьи 19, пунктом 2, статьи 24, пунктом 4, статьи 29, пунктом 2, статьи 50 Конституции Российской Федерации. Совершение секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнения в объективности и беспристрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Далее в протоколе том 1 лист дела 157-159 вместо подписи председательствующего секретаря судебного заседания внесены бессодержательные рисунки, нарисованные неустановленными лицами, по которым невозможно установить фамилию и почерк лица, являющийся автором каждого из размещенных в протоколе рисунков, что подтверждается указанным протоколом. Здесь дело 157-159. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанного протокола с нарушением закона, а также о совершении секретарем судебного заседания действия в обход требований, установленных частью 2 ст. 12, ст. 55, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 1, ч. 2 ст. 229 Гражданского профессионального кодекса РФ с противоправной целью сокрытия от заявительницы информации о фамилиях лиц, подменившись в подпись, бессодержательным рисунком, а также создание ей препятствий в получении из этого документа информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Указанные действия секретарь судебного заседания нарушил права заявительницы, гарантированные статьей 18, пунктом 1, 2 ст. 19, пунктом 2, ст. 24, пунктом 4 ст. 29, пунктом 2 ст. 50 Конституции РФ. Совершение секретарем судебного заседания противоправных действий вызвало сомнение в объективности и беспристрастности этого секретаря и послужило основанием для подачи настоящего заявления о его отводе. Перечисленные в настоящем заявлении об отводе секретаря судебного заседания обстоятельства достаточно явно указывают на то, что секретарь судебного заседания с Семенова К.ю при оформлении протокола судебного заседания действовал в обход закона путем отражения с искажением либо неотражением существенных обстоятельств, имеющих значение для дела. В результате допущенного секретарем судебного заседания злоупотребления заявительнице были созданы препятствия в реализации ее прав на получение из протокола судебного заседания сведения о фактических обстоятельствах рассмотрения гражданского дела в судебном заседании 20 апреля 2022 года, что привело к затягиванию рассмотрения разрешения настоящего гражданского дела. Как установлено правилами, указанными в пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, действия в обход закона, а также иное недобросовестное осуществление своих прав не допускаются. Из содержания пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ следует, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления, отказывает лицу защиту, принадлежащему ему праву полностью или частично, а также принимает иные меры, предусмотренные законом. Однако из таких мер, предусмотренных законом, является подача рассмотрения и разрешение заявления об отводе секретаря судебного заседания. На основании изложенного руководство и с требованием установлено статьями 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 59, 60, 67, 158, 166, 195, 196, 198, 224, 225, 228, 229, 235, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в их системной связи с правилами статьей 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации заявительница требует внести протокол судебного заседания в полном объеме содержания настоящего заявления об отводе секретаря судебного заседания Семенова.КИУ принять к рассмотрению настоящее заявление об отводе секретаря судебного заседания Семеновой КИУ предложить секретарю судебного заседания Семеновой КИУ воспользоваться своим правом дать разъяснение по поводу тех обстоятельств которые указаны заявительницей в настоящем заявлении об отводе секретаря судебного заседания Семеновой КИУ Вынести на обсуждение сторон вопрос об отводе секретаря судебного заседания Семену ЭКЮ. По результатам рассмотрения разрешения заявления об отводе секретаря судебного заседания Семену ЭКЮ вынести соответствующее определение, которое огласит незамедлительно после его вынесения. Копия определения, вынесенного по результатам рассмотрения заявления об отводе секретаря судебного заседания Семену ЭКЮ, выдать заявительнице. Действия лиц, участвующих в деле, совершенные при рассмотрении разрешения настоящего заявления об отводе секретаря судебного заседания Семёновой К.Ё, нести в протокол судебного заседания в полном объёме. Настоящее заявление об отводе секретаря судебного заседания Семёновой К.Ё приобщить к материалам дела. Передаю суду заявление об отводе секретаря судебного заседания Семёновой К.Ё. Передаю заявление об отводе секретаря судебного заседания Семёновой К.Ё. Четыре листа, восьми страницах, четыре листа, вторая, 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 первая, восьмую страницах. Уже обсуждается вопрос об отводе секретаря судебного заседания Семёновой К.Ё. Об отводе? Да. Не поддерживаю. Не поддерживаю? Нет. Суд, заслушав заявление ответчика об отводе секретаря судебного заседания Семёновой, на основании ст. 20 Гражданского процессуального кодекса РФ, определил. Разрешая заявление об отводе секретаря судебного заседания, суд исходит к следующему. Согласно части 1 ст. 18 Гражданского процессуального кодекса РФ, основаниями для отвода помощника и секретаря судебного заседания является основание указано в ст. 16 Гражданского процессуального кодекса РФ. Так, помощник, который у нас ведёт протокол судебного заседания в качестве секретаря судебного заседания, не может участвовать в рассмотрении дела. Если при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нём в качестве прокурора, помощник судить и предваря судебного заседания, представитель, свидетель, эксперта, специалиста, переводчика, является судебным опримирителем по данному делу, является родственником и свойственником кого-либо из существующих дел, либо их представителей. Лично прямо или посленно заинтересован в исходе дела, либо иметь умение. Основаниями полагают, что он прямо и посленно заинтересован в исходе дела и иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. Вместе с тем, изложенные в заявление отличника об отводе секретаря судебного заседания не свидетельствуют о наличии оснований, предусмотренных в статье 16 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации для отвода секретаря судебного заседания. Также не имеется сомнений в том, что секретарь судебного заседания объективно-беспристрастно отражает сведения о ходе судебного заседания в протоколе судебного заседания, в связи с чем суд полагает, что необходимо отказать. Суд отказывает ответчику о удовлетворении заявления об отводе секретаря судебного заседания. Также на ответчику разъясняется, что в случае несогласия с протоколом судебного заседания он правит подать замечание в течение пяти дней со дня изготовления протокола. Пожалуйста, еще заявление об отводе мировом суде. Заявление об отводе мировом суде. Ознакомишься с содержанием протокола судебного заседания по гражданскому делу 30 марта 2022 года Дома 1 без дела 138.441 заявительница установила. Зачитываю суд в составе председателя мирового судя судебного участка номер 20 Выборгского района Ленинградской области Ювы Яровой при секретаре и помощнике мирового судя Семеновой К.Ю с извещением лиц участвующим делом, смотрев судебное заседание гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью вектор к Назарову Леонидову о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение коммунальные услуги. Исследовав и оценив содержание протокола Дома 1 без дела 138.141 по правилам установленных статьями 2.12.59.60.67.195.196.198.225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявительница установила. Обстоятельства, которые свидетельствуют о совершении секретарем, помощником мирового судя Семеновой К.Ю многочисленных действий в обход закона. В результате таких действий в протокол Тома 1 без дела 138.141 оказались не внесена существенная часть сведений, имеющих значение для дела. А другая часть таких сведений была внесена существенными искажениями, чем созданы препятствия исполнения заявительницы процессуальных обязанностей, а также для всестороннего и полного исследования доказательств установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении настоящего гражданского дела. Такие действия секретаря, помощника мирового судя Семеновой К.Ю недопустимы, так как гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду, мирному урегулированию споров. Заявительница вправе напомнить суду о том, что согласно требованиям указанным в пункте 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, злоупотребление правом. При этом, как указано в пункте 2 этой же нормы, в случае несоблюдения требований, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд и третейский суд, с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления, отказывает лицу в защите принадлежащей ему права, полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Вместо того, чтобы пресечь действия секретаря-помощника мирового судья Семёновой К.Ю, совершенные ей в обход закона, суд ознакомился с содержанием протокола судебного заседания и подписал его, чем фактически выразил поддержку противоправных действий этого должностного лица. Такая реакция суда на действия секретаря-помощника мирового судья Семёновой К.Ю, совершенной ей в обход закона, не способствует только укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений в формировании уважительного отношения к закону и суду, мирному урегулированию споров, и вызвала у заявительницы сомнения в ее объективности и беспристрастности, а также возложила на нее обязанности заявить мировому суде от вуда. Так, в протоколе, из дела 138-141, существенные сведения о фактическом месте проведения судебного заседания были заменены секретарем-помощника мирового судья Семёновой К.Ю на указание «Город выбор», чем нарушена взаимная связь протокола с этим местом, а также созданы препятствия получения из этого документа информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанных лицом протокола из дела 138-141 в обход требований, установленных частью 2 статьи 12 статьями 55, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 1, части 2 статьи 229 Гражданского официального кодекса Российской Федерации. Суд никак не отреагировал на действия секретаря-помощника мирового судья Семёновой К.Ю, совершенные в обход требования указанных норм закона, чем нарушил право заявительницы, гарантированные статьей 18, пунктами 1, 2 статьи 19, пунктом 2 статьи 24, пунктом 4 статьи 29, пунктом 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации, а также вызвал сомнения в объективности и беспестрастности мирового судья Раву. Далее в протоколе из дела 138-141 существенные сведения о наименовании суда. Были заменены секретарием помощника мирового судья Семёновой К.Ю на слово суд, чем фактически нарушена взаимная связь протокола лист дела 138-141 с наименованием суда, а также созданы препятствия получения из этого документа информации об обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Эти обстоятельства свидетельствуют об оформлении указанным лицом протокола лист дела 138-141 в обход требований установлены частью 2 статьи 12 статьями 55, 59, 60, 67, 195, частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 229 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Суд никак не отреагировал на действия секретаря-помощника мирового судья Семенова и Крилл, совершенные ей в обход требований указанных норм закона. Чем нарушил права заявительницы? Гарантированы ей статьи 18, пунктами 1 и 2 статьи 19, пунктом 2 статьи 24, пунктом 4 статьи 29, пунктом 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации, а также вызвал сомнения в объективности и беспристрастности мировой судьи Яровой. Далее в протоколе лист дела 138-141 оказались не отражены существенные сведения об имени и имуществе мирового судьи Яровой, что указывает на совершение мировым судьей Яровой действия в обход требований, установленной статьей 19 Гражданского кодекса Российской Федерации с противоправной целью воспрепятствует лицам, участвующим в деле, получение информации для полного и всестороннего исследования доказательств установления фактических обстоятельств правильного применения законодательства по настоящему гражданскому делу 2.501.2022. Указанные действия мировой судья Яровая фактически нарушила требования, установленные частью 2 статьи 12 статьями 55, 59, 60, 67, 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации пунктом 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации а также права заявительницы гарантированные статьей 18 пунктами 1, 2 статьи 19 пунктом 2 статьи 24 пунктом 4 статьи 29 пунктом 2 статьи 50 от Конституции Российской Федерации чем вызвали сомнения в объективности и беспристрастности мировой суде Яровой Далее в протоколе лист дела 138 141 оказались не отражены существенные сведения об имени и имуществе секретаря помощника мирового судья Семёновой Каю Быстровой что указывает на совершение мировым судья Действие в обход требований установленной статьей 19 Гражданского кодекса Российской Федерации с противоправной целью воспрепятствовать лицам участвующим в деле получение информации для полного и всестороннего исследования доказательств установления фактических обстоятельств правильного применения законодательства по настоящему гражданскому делу Указанными действиями мировой судья Ировая фактически нарушила требования установленной частью 2 статьи 12 статьями 55 59 60 67 195 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации пунктом 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации а также права заявительницы гарантированные статьей 18 пунктами 1 2 статьи 19 пунктом 2 статьи 24 пунктом 4 статьи 29 пунктом 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации чем вызвало сомнения в объективности и беспристрастности мирового судья Яровой Далее в протоколе лист дела 138 141 оказались не отражены существенные сведения о номере дела присвоенным судом первой инстанции что указывает на совершение мировым судья Яровой действие в обход закона с противоправной целью воспрепятствовать лицам участвующим в деле в получении информации имеющей юридическое значение указанными действиями мировой судья Яровая фактически нарушила требования установленные частью 2 статьи 12 статьями 55 59 60 67 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации а также права заявительницы Гарантированные статьи 18 пунктами 1 2 статьи 19 пунктом 2 статьи 24 пунктом 4 статьи 29 пунктом 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации чем вызвало сомнения в объективности и беспристрастности мирового судья Яровой Далее в протоколе том 1 лист дела 138 141 оказались неотражены существенные сведения о совершении секретариум помощником мирового судья Семёновой к ее доклада о том извещены или не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия что указывает на совершение мировым судья Яровой действий в обход закона с противоправной целью воспрепятствовать лицам участвующим в самом деле получение информации имеющей юридическое значение Суд действуя в обход требований установленным частью 2 статьи 12 статьями 55, 59, 60, 67, 156 частью 1 статьи 161 статьей 195 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации не предложил секретарю судебного заседания дополнить недостающие сведения путем оглашения доклада чем нарушил права заявительницы гарантированные статьей 18 пунктами 1, 2 статьи 19 пунктом 2 статьи 24 пунктом 4 статьи 29 пунктом 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации и вызвал сомнения в объективности и беспристрастности мирового судья Яровой далее в протоколе лист дел 138-141 нашли свое отражение сведения о фиксировании хода судебного заседания на программном обеспечении НЕСТР правосудия тогда как эти сведения в ходе судебного заседания председательствующим не оглашались внесение в протоколе с дела 138-141 недостоверных сведений свидетельствует о совершении должностными лицами действия в обход требования установлены частью 2 статьи 12 статьями 55 59 60 67 статьей 195 статьей частью 1 пунктом 5 части 2 статьи 229 гражданского официального кодекса Российской Федерации что нарушило права заявительницы гарантированные статьей 18 пунктами 1 2 статьи 19 пунктом 2 статьи 24 пунктом 4 статьи 29 2 статьи 50 Конституции РФ и вызвало сомнения в объективности и беспристрастности мирового судьи Яровой Далее в протоколе лиц дела 138-141 не нашли своего отражения сведений о разъяснении председательствующим права заявлять отводы основания для отводов порядки их разрешения и последствий удовлетворения заявлений об отводах по правилам статьи 16 17 18 19 20 21 Гражданского процессуального кодекса РФ что указывает на совершение мировым судью Яровой действий в обход требований установленной статьей 164 Гражданского процессуального кодекса РФ действия в обход закона мировой судья Яровая нарушила права заявительницы гарантированные статьей 18 пунктами 1 2 ст. 19 пунктами 2 ст. 24 пунктом 4 ст. 29 пунктом 2 ст. 50 Конституции РФ и вызвала сомнения в объективности и беспристрастности этого мирового судья Далее в протоколе лист дела 138 нашли отражение сведения о разъяснении председательствующим прав и обязанностей лиц участвующих в деле предусмотренным ст. 35 48 56 57 231 Гражданского процессуального кодекса РФ Вместе с тем в данной части протокола не нашли своего отражения сведения о фактическом содержании разъяснения предоставленных лицам участвующим в деле мировым судей Яровой В связи с надлежащим разъяснением прав и обязанностей заявительница заявила суда о том что ей права и обязанности непонятны вместо того чтобы уточнить что ответчику непонятных представленных мировым судья Яровой и соответственно предоставить заявительнице информацию о правах и обязанностях более доступной для понимания форм, суд заявил о том, что ответчик в праве обратится за юридической помощью. Таким образом, мировой судья Ироваев фактически подтвердила свою неспособность осуществлять правосудие надлежащим образом в точном соответствии с нормами процессуального права, чем нарушила права заявительницы, гарантированные статьей 18, пунктами 1, 2, ст. 19, пунктом 2, ст. 24, пунктом 4, ст. 29, пунктом 2, ст. 50 Конституции РФ, а также вызвала сомнения в объективности и беспристрастности этого мирового судьи. Далее в протоколе из дела 138 не нашли отражения в сведении о разъяснении председательствующим регламента судебного заседания. Вместе с тем, разъясняя регламент судебного заседания, мировой судья Ироваев забыла сообщить заявительнице о том, что действия суда при исполнении регламента судебного заседания заключаются в оказании лицам, участвующим в деле, в том числе заявительницы, содействия в реализации им прав. Имя прав создания условий для полного всестороннего исследования доказательств установления фактических обстоятельств правильного применения законодательства при рассмотрении разрешения настоящего гражданского дела. Представленный мировым судью Ировой протокол судебного заседания 30 марта 2022 года достаточно явно указывает на нарушение самим судьей регламента судебного заседания, что выразилось в сокрытии искажений информации о фактических действиях как самого суда, так и лиц, участвующих в деле. Нарушая регламент судебного заседания, мировой судья Ироваев фактически подтвердила свою неспособность осуществлять правосудие надлежащим образом в точном соответствии с нормами процессуального права, чем нарушила правозаявительница, гарантированная ей статьей 18, пунктом 1, 2 статьи 19, пунктом 2 статьи 24, пунктом 4 статьи 29, пунктом 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации, а также вызвала сомнения в объективности и беспристрастности этого мирового судьи. Далее в протокол лист дела 138 были внесены сведения об оглашении заявительницы заявления об отводе секретаря судебного заседания. При этом содержание этого заявления было отражено в протоколе таким образом, что любой, читая этот протокол, вправе сделать вывод о бессвязанности речи заявительницы и полном непонимании того, о чем она заявляет в своем заявлении. Копии частей протокола лист дела 138-139 размещены ниже. Исследовав материалы дела, а именно протоколы судебного заседания, я установила оформление протокола в судебных заседаниях в обход требований закона, создала препятствия для получения фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение, что свидетельствует об оформлении указанным лицом протокола в обход требований установленной статьи 12, 55, 59, 60, 67, 161, 195, 2029 Гражданского профессионального кодекса РФ и статьей 19 Гражданского кодекса РФ вызвало сомнение в объективности и беспристрастности этого секретаря, которое путем искажения отражения информации в протоколах судебных заседаний были созданы препятствия для получения информации заявительницы. Вместе с тем заявительница вправе отметить, что подготовленные ее процессуальные документы достаточно ясно и точно отражают основания для подачи ей заявления об отводе секретаря судебного заседания. В искажении содержания этого заявления его смыслов заявительницы не нуждаются, так же, как и не нуждаются в проявлении к ней должностными лицами суда элементарного неуважения. Исказив в протоколе лист дела 138-139 содержание заявления об отводе мирового суди, Яровая фактически подтвердила свою неспособность осуществлять правосудие надлежащим образом в точном соответствии с нормами процессуального права, чем нарушила права заявительницы, гарантированные ст. 18, пунктами 1, 2 ст. 19, пунктом 2 ст. 24, пунктом 4 ст. 29, пунктом 2 ст. 50 Конституции РФ, а также вызвало сомнение в объективности и беспристрастности этого мирового судья. Далее, в протоколе том 1 лист дела 138-141 не нашли свое отражение существенные сведения о содержании заявления об отводе мирового судья Яровой ЮВ, оглашенном заявительнике. Необоснованные исключения из протокола лист дела 138-139-140-41 достоверных сведений о содержании заявления об отводе мирового судья Яровой ЮВ свидетельствуют о совершении должностными лицами действий в обход требований, установленном ч. 2 ст. 12, ст. 55, 59, 60, 67, ст. 195, ч. 1, пунктом 8, ч. 2, ст. 229 Гражданского профессионального кодекса РФ, что вызвало сомнения в объективности и беспристрастности мирового судья. Далее, в протоколе том 1 лист дела 138-141 вместо подписи председательствующего секретаря-помощника мирового судья Семенова к ее внесены бессодержательные рисунки, нарисованные неустанованными лицами, по которым невозможно установить фамилию и почерк лица, являющимся его автором. Замена подписи под протокол том 1 лист дела 138-139-140-141 на бессодержательные рисунки свидетельствуют о совершении автором рисунков действий в обход требований, устанавливаемой частью 2 ст. 12, 15, ст. 55, 59, 60, 67, ст. 195, 229, 230 Гражданского профессионального кодекса РФ, что вызвало сомнения в объективности и беспристрастности мирового судья. Далее, копия протокола том 1 лист дела 138-139-140-141 не содержит дату заверения копии документа, а также надпись о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия. Эти обстоятельства свидетельствуют о свидетельствении копии протокола том 1 лист дела 138-139-140-141 в обход требований, устанавливаемой частью 2 ст. 12, ст. 55, 59, 60, 67, ст. 195, 229, 230 Гражданского профессионального кодекса РФ и пункта 5.26 ГОСТ Р. 7.0-97 ДФИС-2016 Национальный стандарт РФ «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу», организационно-распорядительная документация, требования к оформлению документов, что также вызвало сомнения в объективности и беспристрастности мирового судья. Перечисленные в настоящем заявлении об отводе мирового судья обстоятельства достаточно явно указывают на то, что указанное лицо действовало в обход закона. В результате допущенного мировым судью злоупотребления заявительницы были созданы препятствия в реализации ее прав на получение из протокола судебного заседания сведений о фактических обстоятельствах рассмотрения гражданского дела 2.501.2022 в судебном заседании от 9 марта 2022 года, что привело к затягиванию рассмотрения и разрешению настоящего гражданского дела. Как установлено правилами, указанными в пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, действия в обход закона, а также иное недобросовестное осуществление своих прав не допускается. Из содержания пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ следует, что в случае несоблюдения требований, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления, отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Одной из таких мер, предусмотренные законом, является подача, рассмотрение и разрешение заявления об отводе судей мирового судья. На основании изложенного, руководствуясь требованиями, установленными статьями 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 59, 60, 67, 166, 195, 196, 198, 224, 225, 228, 229, 230 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в их системной связи с правилами ст. 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации заявительница требует внести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления об отводе мирового судья, принять к рассмотрению настоящее заявление об отводе мирового судья, вынести на обсуждение сторон вопрос об отводе мирового судья, по результатам рассмотрения разрешения заявления об отводе мирового судья, вынести соответствующее определение, которое огласить незамедлительно после его вынесения. Копии определения, вынесенного по результатам рассмотрения заявления об отводе мирового судья, выдать заявительнице. Действия лиц, участвующих в деле, совершенные при рассмотрении разрешения настоящего заявления об отводе мирового судья, внести в протокол судебного заседания в полном объеме. Настоящее заявление об отводе мирового судьи приобщить к материалам дела. На пяти листах. Пожалуйста, ваше мнение. Мы возражаем процесс приобщения к материалам дела. А, пока вы возражаете? Возражаем. Послушаем заявление об отводе мирового судьи судебно-участного мирового судьи поскольку район Ленинградской области Веровой по мотивам сомнений в объективности и беспристрастности в условиях сокрытия и искажения информации указаны в протоколе судебного заседания 30 марта 2022 года. Судьи руководствуются и статьи 20 гражданскими коллекторами российской области. Такое основание для отвода мирового судьи, изложенный в том, при первой статье СССР, в Кодексе Российской Федерации, и следующий обстоятельство. Это судья не может рассматривать и делать. Если при предыдущем досмотрении данного дела участвовал в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, перевозчика, является родником и свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо имя их представителей. Лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие соблюдения, либо обеспечивающиеся и беспристрастности. Вместе с тем, доводы отечества, изводные в заявлении об отводе, не свидетельствует о наличии предыдущего 2016 гражданского социального кодекса Российской Федерации, оснований для отвода мирового судя и оснований, препятствующих рассмотрению дела. Вместе с тем, суд отказывает отечеству в удовлетворении заявления об отводе мирового судья. Следующее заседание продолжается рассматривать, компенсации в его заседании, то есть еще в суде, судебный участок имени 20 мирового судья, то есть в мировом районе. Я говорю, три помощники судьи Семеновы. Что сказать хотите? Нет, я вас слышу. Права разъясняли. Согласно статье 35 гражданского социального кодекса Российской Федерации, в сторону отправить законы с материалами дела, сделать их в кофе и заявлять обводы, представлять доказательства участвующих в исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетельным экспертом, специалистам, заявлять ходатайство, в том числе обостребление доказательства, участвовать объяснение судового на письменной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства, вопросам возражать относительно подозреваемых лиц, участвующих в деле, жаловать определенные решения суда, встать в праве отказаться от искать речи, признать, если скоро они могут заключить дело миром, в стороны в праве вести дело с участием представителей, в праве также подавать, ознакомиться при таком судебном состоянии, подавать на него замечания. Вам есть ли право? Есть ли право? Есть ли право? Вам есть ли право? Уважаюсь в суд, у меня еще отвод был. Ну, уже на вопрос, а тут? Нет, право не есть ли. К кому Вам входит в ходу? Отвод в суде Карави. У Вас в председательстве, в общем-то, верил не является ей рано. На прошлом заседании была судя Карави. Могу заявить отвод? Вы заявляете отвод в председательстве? Хорошо, приобщите, пожалуйста, к материалам дела. Для какой цели? Отвод судьи Караева. Он мне рассмотрен. Ссылку на закон может? У вас рассмотрен отвод председательствующему судью. Караева процесс не виден. У вас председательствующего дела является мировой судья Караева? 20 апреля было судебное заседание председательствующего Караева, о чем мне не огласили. Что мне огласили? Я хочу заявить отвод мировому суде Караевой. У вас председательствующего дела уже в другой суде? Забудут Караева его? Рассмотрю и сделайте, да? Запрет заявить Караевой отвод с законом не установлен. У вас процесс ведет мировой судья Яроваева и Караева? 20 апреля была Караева? Была Караева. Я могу заявить отвод Караевой от 20 апреля? У вас процесс ведет мировой судья? То есть вы мне отказываете заявить от Караева? Мы уже разъяснили. Ссылку на закон, который ограничивает мое право. Вопросы суду не надо задавать. Я ставлю вопрос перед судом. Разъясняется порядок судебных заседаний. Согласно сети 158 ЖК РФ, при входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. Объяснения также даются стоя. Объявления о решении выслушивают лица на связи в суде стоя. Участники процесса обращаются к суду словами «Уважаемый суд». Также в надлежащем порядку судебного заседания не должны мешать действия граждан, присутствующих в зале судебного заседания. В случае нарушения регламента, в случае права принять меры к нарушениям порядка судебного заседания 20 ст. 159 ЖК РФ. Понятен регламент? Да. Вам понятен? Нет. Попрошу внести в протокол отказ заявление об отводе мировой суде Корана. Добрый день. На каких-то ситуациях? Нет, неject. Переход под отвод. Нет. Будут отводы, извините. Что будет отвод? У не перешли? Не есть отводы. Есть отводы. Есть отводы. На перешли стадию ходатай. Заявление об отводе председательствующего. Могу огласить? Мы рассмотрим. Еще один. Дышать. Заявление об отводе председательствующего. Ознакомишься с содержанием определения вынесенного председательства по результатам рассмотрения разрешения заявления об отводе мирового судья. Заявительница установила в ходе судебного разбирательства. Заявительница огласила и подала в писанной форме заявление об отводе мирового судья, в котором подробно отразила обстоятельства, которые вызвали у нее сомнения в объективности и беспристрастности мирового судья, а также указала доказательства об основании этих обстоятельств. Заявление об отводе мирового судья принято к рассмотрению. Рассмотрено и разрешено. По результатам его разрешения вынесено соответствующее определение. В результате ознакомления с содержанием этого определения заявительница пришла к выводу о том, что в нем отсутствуют сведения об обстоятельствах, на которые заявительница ссылалась в основании своих требований, о доказательствах, на которых основаны доводы об обстоятельствах, которые вызвали у нее сомнения в объективности и беспристрастности судей, а также о доказательствах, опровергающих доводы заявительницы, отраженных ею в заявлении об отводе мирового судья. Отсутствие в определении указанных сведений достаточно явно указывает на то, что при рассмотрении и разрешении настоящего заявления об отводе мирового судья председательствующей действия, направленные на исследование и объяснение заявительницы об обстоятельствах, которые вызвали сомнения в объективности и беспристрастности мирового судья, совершены не были. Эти доводы остались без внимания при разрешении заявления об отводе. Такие действия председательствующими совершены им в обход требований, установленных статьями 12, 59, 60, 67, 195, 196, 198, 225 Гражданского партизального кодекса Российской Федерации, что привело к нарушению прав заявительницы, гарантированных ей статьями 17, 18, 19, пунктом 2, ст. 24, пунктом 4, ст. 29, ст. 33, 45, 50 Конституции Российской Федерации и являются самостоятельными основаниями для возникновения у заявительницы сомнений в объективности и беспристрастности председательства, а также для подачи ее очередного заявления об отводе председательствующего. На основании изложенного руководства и с требованием статьями 2, 6, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 56, 57, 59, 60, 67, 68, 71, 132, 166, 195, 196, 198, 224, 225, 228, 229, 230 Гражданского партизального кодекса Российской Федерации требует нести в протокол судебного заседания в полном объеме настоящее заявление об отводе председательствующего, принять к рассмотрению настоящее заявление об отводе председательствующего, вынести на обсуждение сторон вопрос об отводе председательствующего, предложить ИСЦУ, его представителю дать свои объяснения по поводу об отводе председательствующего, вынести соответствующее определение по вопросу об отводе председательствующего, которое огласит немедленно после его вынесения действий лиц участвующих в деле и суда внести в протокол судебного заседания полностью настоящее заявление об отводе председательствующего приобщить к материалам дела. Пожалуйста. Продолжение следует... Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Указывают, что данные доводы остались без внимания при разрешении заявления об отводе мирового судьи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доводы не свидетельствуют о наличии заинтересованности... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Письменное заявление приобщается к материалам дела. Также приобщаем заявление об отводе мирового судьи и заявление об отводе секретаря судебного заседания. Продолжение следует... Значит... У нас поступило... Поступил протокол фиксации хода судебного разбирательства 30 марта 2022 года. Поддерживаете приобщение данного документа? Я вам направила по почте. Поддерживает, чтобы вы приобщили? Конечно. Вы возражаете? Ну, приобщить, приобщить. Я не возражаю. Судо предъявил приобщить к материалам дела протокола фиксации ходу судебного разбирательства 30 марта 2022 года. Также по запросу суда у нас поступили, значит, в ответ на запрос представлено расчет пояснений, для только начисления и платежей за услуги оказания и предъявления в оплате собственнику жилого помещения. Номер 13 по адресу с приложенными документами. Постановление. Постановление номер 227. Постановление правительства Ленинградской области 28 декабря 2017 года номер 632. Тарифы ресурсоснабжающих организаций и типовой платежный документ за май 2020 года. Постановление правительства Ленинградской области 28 декабря 2017 года. Постановление правительства Ленинградской области 28 декабря 2017 года. Копия ответа на запрос передается ответчику. Так, вконтактное документ поступили про запрос и сюда. Не возражаю. Возражаю. На каком основании? Стоец обязан был предоставить еще... Да, предоставлю. на выдачу судебного приказа. Вы возражаете при общении? Я возражаю при общении от материала на дело, потому что истец должен был эти документы. Я их оглашу. Ответ на запрос номер 2-501-22-20-30-03-2022 года на четырех листах. Также постановление от 05-06-2012 года номер 227 об установлении размера платы пользования жилым помещением, платы за наем, платы за содержание и ремонт жилого помещения на двух листах. Дальше идет документ размер платы за пользование жилым помещением, платы за наем, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на двух листах. Дальше идет постановление Ленинградской области, в правительстве Ленинградской области постановление 28 декабря 2017 года номер 632 о внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года номер 25 об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими на квартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета к тому же постановление еще приложения на трех листах нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснажению в жилых помещениях, многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области на одном листе нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях, многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области на одном листе об изменении размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2019 года размер платы за водоснабжение и канализацию для населения размер платы за электроэнергию на одном листе и еще какой-то документ извещение, квитанция номер 5С от 26.05.2020 года ко оплате 281 398 рублей 65 копеек за маль 2020 года на 11 листах возражаю этот документ истец обязан был мне направить еще на стадии судебного приказа для ознакомления с ними в данном случае истец создал заявительницу препятствия в реализации ее права заблаговременно ознакомиться с данными документами подготовить свои процессуальные документы на эти документы в доказательство основание слих возражено я запретил приобщить к материалам дела ответ на запрос письменный расчет пояснений методики на вычислении в платежей с предложенными документами постановление администрации муниципального образования городской области 5 июня 2012 года копия постановления правительства ленинградской области от 28 декабря 2017 года номер 632 тарифы ресурсовоснабжающих организаций с 1 июля 2019 года и типовой платежный документ за май 2020 года по жилому помещению по адресу пожалуйста ходатайские представители в своем месте да уважаемый суд в дополнение предоставленным документам которые были предоставлены суду по запросу от 30 марта на ходатайском о приобщении к материалам дела к справке о действующих договорах ресурсоснабжения заключенных от управляющей организации ООО «Вектор» в интересах собственников и нанимателей на микро-квартирном доме по адресу вот эта справка вот это акты выполненных работ за период предъявленный к взысканию такой же такой же экземпляр предоставляем в отличие кроме того податайство на приобщении к материалам дела акт готовности дома к эксплуатации в отопительный сезон 19-го 20-го года подписанный органом местного самоуправления отверстия отверстия и предоставляем на обострение суда оригинала этого документа все? нет еще не все что она подозревает что паспорт готовности издания эксплуатации 19-го и 2020-го акт паспорт готовности к отопительному сезону 20-го 21-го годов пожалуйста и оригинальный на обозрение суда акт готовности подписан органом местного самоуправления он обозревается паспорт готовности здания в отопительном сезоне 20-го 20-го года можно я тоже ознакомься во сколько представлен суд обозрел оригинал я как сторона тоже не прав суд обозревает суд обозревает оригинал обозревает значит суд обозревает суда и сцом предоставляется той справки по договорам ресурсного снабжения оригинал договоров указанные в этом в этой справке значит договор водоснабжения с гуплину был водоканал в оригинале а это копии это акты выполненных работ а это договор заключенный в интересах собственников нанимателей это тот договор который нами заключен для того чтобы ресурсоснабжающая организация поставляла ресурсы в том справки которые перед вами 183 справочка указаны 4 договора ресурсоснабжения которые мы предоставляем на обозрение суда подавательные квартирные дома находящиеся в управлении исполнитель водопроводной сети и в объеме определенным договором в том числе для цели обеспечения населения горячим водоснабжением нагревательного оборудования установленного в многоквартирном доме а также осуществлять приемно-восточных вод исполнителя в централизованную систему водоотведения а исполнители должны предоставлять укладу изобрения поливодов и сброшенные источные воды принимать меры к обеспечению безопасности эксплуатации находящихся в его режиме водопроводной сети обеспечивать исправность используемых и подписи сторон с приложением перечень квартирных домов Кутузова дом 11 указом приложение акт разграничения балансовой принадлежности границы разделов балансовой принадлежности по водопроводным сетям исполнителя является внешне многоквартирного дома границ институционной ответственности по водопроводным сетям исполнителя является первой план используя запорным устройством водомерного узла по границам канализационным сетям исполнителя является внешне границы многоквартирного дома дом номер 1 это договор ресурсоснабжения по электроснабжению закладочка указывает приложение где этот дом обозначен у ркс энерго гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории городской улице это у вас будет 4 июля перед этим от 4 июля договор сейчас 19 года это вы предоставите 5 января 19 года в обществе поделки договора в стороне поделки договора на свободном доступе на сайте ГЖКХ обществу договор заключен 1 января 2012 года между обществом сограниченной ответственности РКС и Энерго именами гарантирующий поставщик лица начальника ВЕКТОР и обществом сограниченной ответственностью ВЕКТОР по условиям которого гарантирующий поставщик обязательств продают электроэнергии в мощности самостоятельно или через привлеченных третьих видов указывать услуги по передаче электрической энергии на нее вступили разрывной успокоенности нарушения электрической энергии потребителей обязательств оплачивать электрической энергии и мощности и оказываемые услуги а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его виде энергетической сети и исправность используемых им приборов и оборудований связанных с потреблением электрической энергии мощности перечень энергоснабжающих объектов электрической энергии технические цепи жилого дома по гульвару Кутузова дома 11 адрес энергоснабжающего объекта гендерского с выбором гульвара Кутузова дома 11 договор теплоснабжения по этому дому с акционерным имуществом выбор теплой энергии 31 января 17 года с представленным разговором 31 января дом обозревающего 2017 года заключена между компанией по жилищно-коммунальному хозяйству Луберского района Ленинградской области и открытым соединенным обществом ВЕТ по условиям которого организация обязуется подавать исполнители через присоединенные сеть коммунальных ресурсов тепловой энергии или горячую воду необходимую для оказания коммунальных услуг окопления или горячего исполнителя требуется принимать оплату за потребленные коммунальные отсутки соблюдать предусмотренные договором режимы потребления обеспечивают надлежащие технических инженерных систем внутри квартирного оборудования и иных объектов инженерной инфраструктуры с использованием которых осуществляется границы потребления коммунального ресурса дата начало поставления коммунальных ресурсов 1 января 2017 года согласно акту разграничения эксплуатационной ответственности в стороне точки поставки коммунального ресурса границы ответственности точки поставки коммунального ресурса 1 входной запорной промотуры в доме и договор номер 198 ж с региональным операцией по обращению с коммунальными отходами на территорию Ленинградской области договор 1 июня 19 Договор обозревается НАТО, занялся по обращению с органами коммунальными обходами для потребителей Ленинградской области 1 января 2020 года. Заключен междуакционерным общественным управляющим компанией по обращению с органами Ленинградской области, именуемым региональным оператором и потребителем общественной ответственности «Вектор». Договор по договору на оказание вступа в обращению с органами коммунальными обходами региональными операторами обязуется принимать органами коммунальными обходами в местах, которые определены настоящим договором и обеспечивают их транспортирование, обработку, обеспечивание, захоронение. Соответственно, в законодательстве Российской Федерации, потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене определенных пределок утвержденного установленной поляции единого тарифа за услугу регионального оператора в поляции сроки, предусмотренные настоящим договором. Начало оказания вступа в обращении с органами коммунальными обходами 1 июня 2019 года. Приложение к договору, местом окопления твердых коммунальных обходов, адрес объекта, приложение номер 2 к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными обходами. Сейчас обсуждается вопрос о приобщении представленных представителей мастер-документов. Вестилот отказал заявительнице в проверке оригиналов. Суд создал препятствие в ознакомлении с данными документами. И как сторона по делу имеет право ознакомиться с оригиналом. Все? Суд определил приобщить к материалам дела, представленные представителем мастер-документы. Справку о договорах ресурсоснабжения заключенных управляющих компанией «Вектор». В соответствии с планом договора управления многоквартирного дома. Также акты выполненных работ по «Вектору» показания услуг. Также суд приобщает копию паспорта готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне за 2021 годы. И копия паспорта готовности здания к эксплуатации в 2019-2020 от банка «Дом». У вас больше нет ходатайства? Нет. Ответчика имеются ходатайства? Имеются. Истец не предоставил мне оригиналы для обозрения. Также заявил сейчас, что договор управления находится на сайте. На каком сайте? Можете? Какой договор управления? Я не говорил вам про договор управления? Ну, какие вы там документы представили? Даже не обозрел. Не предоставили копию. Постановление правительства о нормативах, о тарифах на коммунальные ресурсы и договора ресурсоснабжения находится на общедоступном сайте ГИС ЖКХ, где в соответствии с постановлением правительства 354 собственникам и нанимателям многоквартирных помещений многоквартирных додов дано право ознакомливаться с этими документами с открытым доступом. Я нахожусь сейчас в зале судебного заседания и хочу эти документы обозреть. Пожалуйста, ваше право обозревать документы. Оригиналы. Оригиналы я предоставил в суду. Суд обозрел их. Я не видела. Давайте тогда исследуем эти документы на сайте суд. Я заявляю вам об исследовании данных документов на сайте. Как я могу удостовериться в этих документах? Требую исследовать данные документы. Наличие их там. Наличие договоров на сайте не относится к предмету доказанному по данным делам. Я хочу обозреть эти документы оригиналом. Истец мне не предоставил копию всех документов, которые он предоставил суду, а как стороне по делу не предоставил мне. Всех остальных, которые там оглашались. Вы возражаете? В данном случае, естественно, создал заявительницы препятствие в реализации моего права. Заблаговременно не предоставил мне эти документы. И я тогда заявляю об отложении рассмотрения гражданского дела, ознакомившись с доказательствами, представленными местом в настоящем судебном заседании, в обосновании заявленных требований по гражданскому делу 2.501.22.20, заявительница установила, в обосновании исковых требований истец предоставил суду документы, о существовании которых и о их содержании, и заявительнице, достаточно неизвестно было ничего. Соответственно, у заявительницы отсутствовала возможность полной всесторонне исследовать и оценить относимость, допустимость и достоверность каждого представленных истцом доказательств, их достаточность и взаимная связь, совокупность, до получения этих документов в настоящем судебном заседании, а также предоставить свои доказательства об основании и возражении относительно использования в качестве доказательств, представленных истцом документов. Вместе с тем, согласно требованиям, указанным в части 2 ст. 12 Гражданского профессионального кодекса РФ, суд обязан указывать лицам участвующей в деле содействия в реализации их прав создавать условия для полного и всестороннего исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства по настоящему гражданскому делу номер 2.501.2022. Заявительница возражает относительно включения представленных истц документов в перечень доказательств по настоящему гражданскому делу и заявляет суду о необходимости предоставить заявительнице возможность исследовать и оценить представленные истцом документы, оформит и предоставит суду свои доказательства в письменной форме в обосновании возражений относительно включения этих документов в перечень доказательств по настоящему гражданскому делу, руководствуясь требованиями, установленными статьями 2, 6, 12, 35, 56, 57, 59, 60, 67, 131, 132, 157, 166, 169, 195, 196, 198, 225, 228, 229, 230 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации заявительница требует внести в протокол судебного заседания в полном объеме настоящее заявление об отложении рассмотрения дела, принять к рассмотрению настоящее заявление об отложении рассмотрения дела, проверить в полном объеме доводы заявительницы о предоставлении истцом доказательств, о существовании которых и их содержании заявительницы до настоящее время неизвестно, ничего не было. В результате проверки доводов заявительницы о предоставлении истцом документов, о существовании которых и их содержание заявительницы до настоящее время, известно, ничего не было. Отразить в определении, вынесенном по результатам рассмотрения заявлений и возражений. Признать обоснованными доводами заявительницы о предоставлении истцом документов, о существовании которых, их содержание заявительницы до настоящего времени, известно и ничего не было. Признать обоснованные требования заявительницы об отложении разбирательства дела на срок не менее трех недель с целью предоставления заявительнице возможность полной и всесторонней исследовать и оценить представленные сцом документа. Оформить и предоставить суду свои доказательства в письменной форме в обосновании возражения относительно включения этих документов в перечень доказательств по настоящему гражданскому делу. По результатам рассмотрения и разрешения настоящего заявления об отложении разбирательства дела вынести определение в порядке установленной ст. 12.224.225 Гражданского продюссуального кондекса Российской Федерации, в которой огласить незамедлительно после его внесения настоящее заявление об отложении разбирательства дела и приобщить к материалам дела. Оставить открытки в разрешении об отложении судебного заседания, объявить судебное заседание перерыв на 5 минут, после чего рассмотреть указанное ходатайство. Вкрыточек, подожди. Все свои вещи собираем. Вкрыточек, подожди. Вкрыточек, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Возражение относительно действия председателя, то есть само заявление приобщается к материалам дела. Возражение относительно действия председателя, то есть еще за мысль в протокол судебного заседания. Ваше мнение, представитель лица, относительно заявления об отводе мирового суда. Не поддерживаю требования ответчика. Возражаю. Суд, рассмотрев заявление об отводе мирового суда, руководство ст. 20 Гражданскоперационного кодекса, входит из следующего. Основания для отвода мирового суда изложены в ст. 16 Гражданскоперационного кодекса РФ. В частности, мировой судья не может рассматривать дело, подлежит отводу. Если при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал у него в качестве прокурора, помощника суди, секретаря судебного заседания, представителя, свидетелей, эксперта, специалиста, переводчика, является судебным примирителем по данному делу, является родственником или свойственником кого-либо из лиц участвующих в деле, либо их представителей, лично, прямо или косвенно заинтересованы в расходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. В заявлении об отводе мирового судьи ответчик ссылается на те обстоятельства, что при рассмотрении возражений относительно действий председательствующего не совершил ряд операционных действий, в результате чего заявительница сложилась в убеждении в сознательном сокрытии от заявительницы информации, имеющей юридическое значение для дела. Указывает, что председательствующий подданный заявительниц возражений относительно его действий фактически оставил без рассмотрения, рассмотрения относительно своих действий заявительницы не представил. Информацию о том, какие действия, события или правильные состояния, правовые состояния послужили основанием для сокрытия председательствующим от заявительницы полной достоверной информации о мотивах совершения им действий в обход требований, установленных гражданским процессуальным кодексом, не раскрыл ссылку на нормы процессуального законодательства, которые наделяют председательствующие право действовать в обход требований перечисленных в норм законодательства о гражданском судопроизводстве. Кроме того, по результатам рассмотрения возражений председательствующих в определении не указал в вопросе, поставленной заявительницы в этих возражениях, установленные в дом обслуживаниям и предназначения для дела. Выводы суда основаны на установленных судом обстоятельствах, доказательствах на основании которых судом сделаны в выводе ссылки на нормы закона, которым суд руководствовался. Вместе с тем, указанные обстоятельства в заявлении об отводе мирового судьи не свидетельствует о наличии оснований предусмотренного ст. 16 Гражданского кодекса Российской Федерации для отвода мирового судьи судебного участка номер 20 Выборгского района Ленинградской области, не свидетельствует о наличии оснований, препятствующих рассмотрению дела, в связи с чем суд откатывает ответчику в удовлетворении заявления об отводе председателя ст. 16 Гражданского кодекса с первым участком номер 20 Выборгского района Ленинградской области. Кодатство ответчика еще имеется? Да. Заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела. Ознакомившись с информацией, оглашенной председателем в настоящем судебном заседании при разъяснении лицам, участвующим в деле права и обязанностей, заявительницу установила. В ходе судебного заседания председатель суд перечислил права и обязанностей лиц участвующих в деле указана информация и имеет юридическое значение. Ее раскрытие в ходе судебного разбирательства установлено требованием статьями 59, 60, 158, 165, 229 Гражданского официального кодекса Российской Федерации. Сокрытие этой информации от лиц участвующих в деле является самостоятельным основанием для подачи этим лицами заявления об отводе судей. Вместе с тем, в ходе судебного заседания председатель суд еще не обласил информацию о том, в каком порядке и каким образом заявительница может в судебном заседании воспользоваться своими правами, а также исполнить возложенные обязанности. Частью 2 статьи 12 Гражданского официального кодекса Российской Федерации на суд возложена обязанность оказывать лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении настоящего гражданского дела. Заявительница обращается к председательствующему с требованием оказать ей содействие в получении устной информации, имеющей юридическое значение, поскольку о том, в каком порядке и каким образом заявительница может в судебном заседании воспользоваться своими правами, а также исполнить возложенные на нее обязанности статьями 2, 6, 12, 35, 56, 59, 60, 157, 158, 165, 166, 195, 196, 198, 225, 228, 229, 230 Гражданского официального кодекса Российской Федерации. Заявительница требует вынести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления об оказании заявительницы содействия в получении ее информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, принять настоящее заявление об оказании заявительницы содействия в получении ее информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, к рассмотрению и разрешению. Путем исследования и содержания протокола судебного заседания проверить доводы заявительницы, согласно которым при открытии судебного заседания председатель сегодня огласил информацию о том, в каком порядке и каким образом заявительница может в судебном заседании воспользоваться своими правами, а также исполнить возложенные на нее обязанности. Признать эти доводы обоснованными, результаты исследования отразить в вынесенном определении. Вынести на обсуждение сторон вопросов, поставленных заявительницей в настоящем заявлении об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела. Оказать заявительнице содействие в получении устной информации, имеющей юридическое значение о том, в каком порядке и каким образом заявительница может в судебном заседании воспользоваться своим правами, а также исполнить возложенные на нее обязанности путем оглашения председательствующим этих сведений в настоящем судебном заседании. По результатам рассмотрения разрешения настоящего заявления об оказании заявительницы содействия в получении ей информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, вынести соответствующее определение. В определении отразить доводы заявительницы, указанные в настоящем заявлении об оказании заявительницы содействия в получении ей информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, действия сторон и мирового судья, направленные на проверку их обоснованности и разрешения вопросов, поставленных в настоящем заявлении. Выводы, сделанные на основании установленных обстоятельств судебных постановлений. Вынесено определение. Огласить немедленно после его вынесения. Заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, приобщить к материалам дела. Просто отказать заявление о ходатайстве. Я возражаю после приобщения данного документа. Судо определило отказать в удовлетворении ходатайства о вынесении содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, поскольку права были разъяснены в ходе судебного разбирательства сторонам, лицам, участвующим в деле. Возражаю относительно действий председательства. Ознакомишься с одержанием определения, вынесенных судом по результатам рассмотрения и разрешения заявления. Заявительницу установил. В ходе судебного разбирательства заявительница обратилась в суду с требованием рассмотреть и разрешить вопросы, поставленные, поданными ею заявлениями. Председатель, что при рассмотрении стоящего заявления не вынес на обсуждение сторон вопроса, поставленные заявительнице в своем заявлении, не предложил представителю общества дать свои объяснения относительно обстоятельств, на которые заявительница ослалась в этом заявлении, а также предоставит суду доказательства, опровергающие эти обстоятельства, вынес на определение, в котором не указал вопрос, о котором выносится определение, не сообщил участникам судебного разбирательства сведения об обстоятельствах, на основании которых он пришел к своему выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявительницы в полном объеме, а также не указал ссылку на законы, которыми он руководствовался. Указанные действия председательствующего свидетельства о сокрытии им от заявительницы информации, имеющей юридическое значение, а также о нарушении требований, устанавливаемых статьями 2, 6, 12, 35, 166, 195, частью 4, статьи 198, пунктами 4, 5, части 1, статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, являются самостоятельным основанием для подачи заявительницы заявлений об отводе мирового судьи, а также возлагают на заявительницу обязанности заявить свои возражения относительно действий председательствующего. На основании изложенного руководства и с требованием, установленными статьями 2, 6, 12, 35, частью 2, статьи 156, статьями 166, 195, частью 4, статьи 198, пунктами 4, 5, частью 1, статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заявительница требует настоящее возражение относительно действий председательствующего внести в протокол судебного заседания в полном объеме. Председательствующего дать разъяснение относительно своих действий, в которых предоставит заявительнице информацию о том, какие события или правовые состояния послужили основанием для сокрытия председательствующим от заявительницы полной и достоверной информации о мотивах совершения действий в обход требований, установленные статьями 2, 6, 12, 35, 166, 195, частью 4, статьи 198, пунктами 4, 5, частью 1, статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также указать ссылку на нормы процессуального законодательства, которые наделяют председательствующего правом действовать в обход требований, перечисленных норм законодательства о гражданском судопроизводстве. По результатам рассмотрения настоящих возражений вынести определение, в котором указать вопросы, поставленные заявительнице в этом возражении, установленные судом, обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда, основанные на установленных судом обстоятельствах, доказательства, на основании которых суд сделал выводы, ссылку на нормы закона, которые несут руководству судебные постановления, определение вынесенных результатом рассмотрения и разрешения настоящих возражений относительно действий председательствующего, огласить незамедлительно после его вынесения. Содержание процессуальных действий председательствующего отразить в протоколе судебного заседания в полном объеме. Содержание процессуальных действий председательствующего отразить в протоколе судебного заседания в полном объеме. Настоящее возражение относительно действий председательствующего приобщить к материалам дела 2.501.22.20. Содержание процессуальных действий председательствующего отразить в полном объеме. Еще ходатайство умеете отвечать? Да. Слушаем вас. Заявление о фиксации живителям в ходе судебного разбирательства с помощью средства аудиозаписи. Заявительница сообщает лицам, участвующим в деле суду, о фиксации и ходе судебного разбирательства с помощью средства аудиозаписи. КЛКСА-30 номер модели СМА-35ФДНС, серийный номер Р-58М-86, Н1НДО и руководство с правилами гарантированных заявителем. Предписаниями части 7 ст. 10 ст. 35, 166, 224, 225, 228, 229, 230 требует внести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления о фиксации с заявителем в ходе судебного разбирательства с помощью средства аудиозаписи. Рассмотреть и разрешить настоящее заявление о фиксации с заявителем в ходе судебного разбирательства с помощью средств аудиозаписи в установленном законном порядке. Причем вынести соответствующее определение в протокольном виде. Настоящее заявление о фиксации с заявителем в ходе судебного разбирательства с помощью средства аудиозаписи приложить к материалам дела. Пожалуйста, подальше мне. Подальше, 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 свидетельство. Не возражаю. 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 установленных обстоятельств судебные постановления. Вынесенное определение огласить немедленно после его вынесения. Заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбавительством дела, приобщить к материалам дела. Передаю судье, если вынесите, пожалуйста. Заявление об оказании содействия, в частности, об оказании содействия, связанное с рассмотрением дела, в частности, о номере гражданского дела и приспорим судом первой инстанции, в частности, обсуждать за номером. Не возражаем против приобщения? Не возражаем, не возражаем. Против приобщения? Да. Ну, против приобщения и против оглашения номера в свое дело. Против номера? Да. Возражаем. Не возражаем? Возражаем. Возражаем. Судопределил приобщить к материалам дела заявление об оказании содействия, удовлетворить ее указанное заявление, разъяснить ответчику, что номер гражданского дела, присвоенный, номер 2-501-2022. Уже оказалось к ней? Да. В доказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела. Ознакомившись с информацией, соглашенной в настоящем судебном заседании при совершении должностными лицами судебного участка отдельных персоциальных действий, начиная с открытия судебного заседания и до стадии заявления лицам, участвующих в деле ХДТАС, подачи заявлений в заявительницу установил. При открытии судебного заседания председательствующий не раскрыл сведения об имене и отчестве представителя истца, о документах, подтверждающих полномочия как представителя истца, так и лица, наделившего этого представителя полномочиями, об именах председательствующего секретаря судебного заседания сторон и представителей. Вказанная информация имеет юридическое значение. Ее раскрытие в ходе судебного разбирательства установлено требуемым статей 12, 59, 60, 67, 158, 164, 195, 229, Гражданского операционного кодекса Российской Федерации. Сокрытие этой информации от лиц, участвующих в деле, указывает на совершение должностными лицами судебного участка действий в обход требований, указанных в перечисленных нормах законодательства о гражданском судопроизводстве и является самостоятельным основанием для подачи лица, участвующих в деле, заявления об отводе судьи. Частью 2 ст. 12 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации на суд возложена обязанность оказывать лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении настоящего гражданского дела. Заявительница обращается к председательствующему с требованием оказать ей содействие в получении устной информации, имеющей юридическое значение о фамилии, имени и отчестве председательствующего секретаря судебного заседания, сторон их представителей. На основании изложенного руководства с требованием, установленным ст. 2, 6, 12, 35, 56, 59, 60, 67, 158, 164, 166, 195, 196, 198, 225, 228, 229, 230, Гражданского процессуального кодекса РФ заявительница требует внести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, принять настоящее заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, к рассмотрению и разрешению. Путем исследования и содержания протокола судебного заседания проверить доводы заявительницы о том, что при открытии судебного заседания председатель еще не раскрыл сведения об имени и отчестве председателя представителя ИСЦА, о документах, подтверждающих полномочия как представителя ИСЦА, так и лица, наделившего этого представителя полномочиями, об имени председательствующего секретаря судебного заседания сторон их представителей, признать их обоснованными результатами исследования, отразить им вынесенным определением, вынести на обсуждение сторон вопросы, поставленные заявительницей в настоящем заявлении об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, а именно раскрыли председательствующие сведения, об имени и отчестве представителя ИСЦА, о документах, подтверждающих полномочия как представителя ИСЦА, так и лица, наделившего этого представителя полномочиями, об имени председательствующего секретаря судебного заседания сторон их представителей, оказать заявительниц содействия в получении устной информации, имеющей юридическое значение, о фамилии, имя и отчестве председательствующего секретаря судебного заседания сторон их представителей путем оглашения председательствующим этих сведений в настоящем судебном заседании. По результатам рассмотрения разрешения настоящего заявления об оказании заявительницы содействия в получении ей информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, вынести соответствующее определение. В определении отразить доводы заявительницы, указанные в настоящем заявлении, об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, Действия сторон и мирового судьи, направленные на проверку их обоснованности и разрешение вопросов, поставленных в настоящее заявление, выводы, сделанные на основании установленных обстоятельств, судебные постановления, вынесенное определение, огласить немедленно после его внесения, заявление об оказании заявительных содействия, получение информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, приобщить к материалам дела. Возражаю против приобщения к материалам дела данного заявления. Все указанное в заявлении было соблюдено судом в начале судебного заседания. Я предъявил отказать в удовлетворении заявленной аппарат, поскольку в судебном заседании были оглашены состав суда, секретарь судебного заседания, а также указано, кто явился в качестве представителя СЦА по делу, также были оглашены документы, на основании которых действует представитель СЦА. Заявление возвращается попадать в удовлетворение. Возражение относительно действия председателя. Знакомившись с содержанием определений, вынесенных судом по результатам рассмотрения разрешения заявления, заявительница установила, в ходе судебного разбирательства, заявительница обратилась к суду с требованием рассмотреть и разрешить вопросы, поставленные и поданные ее заявления. Председатель, что при рассмотрении настоящего заявления, не вынес на обсуждение сторон вопроса, поставленные заявительнице в своем заявлении, не предложил представителю общества дать свои объяснения относительно обстоятельств, на которые заявительница сослалась в этом заявлении, а также предоставить суду доказательства, провергающие эти обстоятельства, вынес определение, в котором не указал вопрос, о котором выносится определение, не сообщил участникам судебного разбирательства, сведения об обстоятельствах, на основании которых он пришел к своему выводу, об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявительницы в полном объеме, а также не указал ссылку на закон, которыми он руководствовался. Указанные действия председательствующего свидетельствуют о сокрытии им от заявительницы информации, имеющей юридическое значение, а также о нарушении им требований, установленных статьями 2, 6, 12, 35, 166, 195, частью 4, статьи 198, пунктом 4, 5, частью 1, статьи 225 Гражданского официального кодекса Российской Федерации, являются самостоятельным основанием для подачи заявительницы заявления об отводе мирового судьи, а также возлагают на заявительницу обязанности заявить свои возражения относительно действий председательствующего. На основании изложенного руководству истребований установлены статьями 2, 6, 12, 35, частью 2, статьи 156, статьями 166, 195, частью 4, статьи 198, пунктом 4, 5, частью 1, статьи 225 Гражданского официального кодекса Российской Федерации, 30 Гражданского официального кодекса Российской Федерации заявительницы требуют настоящее возражение относительно действий председательствующего внести в протокол судебного заседания в полном объеме. Председательствующему председать разъяснение относительно своих действий, в которых предоставит заявительнице информацию о том, какие действия, события и правовые состояния послужили основанием для сокрытия председательствующим от заявительницы полной достоверной информации о мотивах совершения действий в обход требований, установленных статьями 2, 6, 12, 35, 166, 195, частью 4, статьи 198, пунктами 4, 5, частью 1, статьи 225 Гражданского официального кодекса Российской Федерации, а также указать ссылку на нормы процессуального законодательства, которые наделяют председательствующим правом действовать в обход требований перечисленные нормы законодательства о гражданском судопроизводстве. По результатам рассмотрения настоящих возражений вынести определение, в котором указать вопросы, поставленные заявительницей в этих возражениях, установленные судом обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда, основанные на установленных судом обстоятельствах доказательствах, на которые судом сделаны выводы, ссылку на нормы закона, которым суд руководствовался, судебное постановление. Определение, вынесенное при результатах рассмотрения разрешения настоящих возражений относительно действий председательствующего, огласить немедленно после его вынесения. Содержание процессуальных действий председательствующего отразить в протоколе судебного заседания в полном объеме. Настоящее возражение относительно действий председательствующего при общественном правом зоне. Это дается. Возражение относительно действий председательствующего в зависимости от протокола судебного заседания, в том числе заявления приобщаются в протоколе судебного заседания. По характеристикам имеется? Заявление об оказании заявительницы в содействии к получению информации по вопросам, связанным с разбирательским делом. Ознакомишься информацией, размещенной в определении о принятии искового заявления, производства и подготовке дела к судебному разбирательству, заявительница установила. В ходе судебного разбирательства 29 марта 2022 года заявительница обратилась в суд с требованием оказать содействие к получению копии определения о принятии искового заявления в производство суда путем передачи копии этого документа непосредственно в настоящем судебном заседании. Это требование было удовлетворено. Заявительница выдана копия определения о принятии искового заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству. Далее определение. В результате исследования и оценки содержания определения по правилам установленных статьями 12, 59, 60, 67, 195, 196, 198 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации сопоставление его с содержанием искового заявления. Дальше заявление. Лист дела 4, 6. В совокупности заявительница обнаружила многочисленные случаи сокрытия и искажения неким косарем в ВС информации, которую следует установить до рассмотрения настоящего дела в открытом судебном заседании. В результате исследования и оценки содержания этого определения, том 1, лист дела 2, 3, заявительница отразила в протоколе оценки СКО заявления, который прилагает к настоящему заявлению об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, в обосновании отраженных в нем доводов. Так, вводная часть заявления, лист дела 4, 5, 6. Содержит информацию о том, что, учитывая ИО, Мирового судья, судебного участка номер 20, Мировой судья, судебного участка номер 21, Выборгского района Ленинградской области, Косарев, ВС, изучив исковое заявление ООО «Вектор» о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные условия, установив исковое заявление, отвечает требованиям, предоставленным Гражданскому порциальному кодексу РФ к его форме и содержанию ст. 131 и 132. В результате исследования материалов дела заявительница пришла к выводу о том, что в них отсутствует исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Лист дела 4.5.6. Копия части искового заявления, в котором размещено его наименование, представлена ниже. Значит, исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В результате сопоставления наименования искового заявления, сведения о котором размещены в определении, том 1 лист дела 2.3, с наименованием искового заявления, фактически размещенного в материалах дела, заявительница установила их несовпадение. Далее, в результате исследования и оценки содержания заявления, том 1 лист дела 4.6, по правилам установленных статьями 12, 59, 60, 67, 195, 196, 198 ГК РФ на соответствие его требованиям установленных статьями 131 и 132 ГК РФ. Заявительница обнаружила многочисленные недостатки, которые опровергают вывод суда о том, что исковое заявление отвечает требованиям, предъявленным ГК РФ к его содержанию. Так, содержание искового заявления, том 1 лист дела 4.6, не содержит реквизиты, обязательные для данного вида доказательств, перечисленных в пунктах 2, 4, 5, 6, части 2, части 4, статьи 131 и пункта 4, 5, 6, статьи 132 ГК РФ, что подтверждается протоколом оценки искового заявления, который прилагается и достаточно явно отражает этот вывод суда. Далее, в результате исследования и оценки содержания определения статьями, или делом 2, 3, по правилам установленных статьями 12, 59, 60, 67, 195, 196, 198 ГК РФ на соответствие его требованиям, установленным статьями, установленным статьями 198, 225 ГК РФ, заявительно обнаружила многочисленные недостатки, которые свидетельствуют об отсутствии какой-либо взаимной связи между этим определением лист дела 2, 3 и исковым заявлением лист дела 4, 6, лист дела 4, 5, 6. Так, в определении лист дела 2, 3 не нашли свое отражение сведения о требованиях, указанных в исковом заявлении лист дела 4, 5, 6, а также о обстоятельствах, на основании которых суд сделал выводы при разрешении вопроса о распределении обязанностей по доказыванию, что исключает возможность признать наличие взаимной связи между исковым заявлением, том 1, лист дела 4, 5, 6, и определением, том 1, лист дела 2, 3. При указанных обстоятельствах любой участник судебных разбирательств в праве сделает вывод о том, что при принятии разрешения о вынесении определения о принятии искового заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству, суд изучил исковое заявление о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные условия. Затем это заявление по непонятным и по неизвестным причинам из материалов дела было удалено, и вместо него в материалах дела было размещено исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, Том 1, лист дела 4, 5, 6. Далее, как следует из содержания определения, том 1, лист дела 2, 3, его вынес некий косарь ВС, которые не принимают участие в рассмотрении и разрешении настоящего гражданского скорого. Завительница вправе отметить факт того, что материалы дела не содержат документов, подтверждающих совершение неким косарем ВС действий, направленных на проверку в соответствии искового заявления о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Требования, указанным в статьях 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, что ставит под сомнение обоснованность сделанного им вывода о соответствии искового заявления требованием, предъявленным Гражданским процессуальным кодексом РФ и его содержания. Вместе с тем, в результате исследования материалов дела, заявительница пришла к выводу о том, что они не содержат определения о принятии заявления к производству суда и подготовки дела к судебному разбирательству, вынесенным мировым судью судебному участку номер 20 Выборгского района Ленинградской области и РФ, что выглядит достаточно странно, так как указывает на то, что этот судья действия по решению вопросов о принятии заявления к производству суда не совершила. Свои действия, процессуальные действия поставила в зависимость от действий некого Косарева ВС и принятых им решений, отраженных в определении том 1 лист дела 2-3. Эти обстоятельства явно свидетельствуют о проявлении мировым судью Яровой ЮВ в своей зависимости от решений и действий другого мирового судья, что противоречит требованиям части 2 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса РФ, Согласно которым суд обязан сохранять независимость, объективность и беспристрастность и является самостоятельным основанием для подачи заявительницы заявления об отводе мирового судья. В связи с открытием искажения в определении том 1 лист дела 2-3, информации, которая имеет юридическое значение о ее раскрытии в ходе судебного разбирательства, установлены требованиями статей 59, 60, 133, 195, 198, 225 Гражданского процессуального кодекса РФ, заявительницы вправе поставить перед судом вопрос о самостоятельном и безотлагательном вынесении мировой судью Яровой ЮВ определения о принятии заявления к производству суда и подготовке дела к судебному разбирательству, в котором отразить информацию, основанную на проверке содержания искового заявления, том 1 лист дела 4-5-6, фактически размещенного в материалах дела. Кроме того, частью 2 ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ на суд возложена обязанность оказывать лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении настоящего гражданского отдела. Заявительница обращается к председательствующему с требованием оказать ей содействие в получении информации, имеющей юридическое значение о том, какое отношение к исковому заявлению о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, т. 1 лист дела 4. 5. 6, фактически размещенного в материалах дела, имеет определение о принятии искового заявления о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, фактически отсутствующего в материалах дела. На основании изложенного руководства с требованиями, установленными статьями 2, 6, 12, 35, 56, 59, 60, 67, 157, 166, 195, 196, 198, 225, 228, 229, 230 Гражданского операционного тодекса РФ заявительница требует внести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, принять настоящее заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, к рассмотрению и разрешению. Путем исследования материалов дела проверить доводы заявительницы, отраженные в настоящем заявлении об отсутствии в них искового заявления о взыскании за должности и за жилищно-коммунальные услуги, признать их обоснованными, результаты исследования отразить в вынесенном определении. Путем исследования определения, тома 1 лист дела 2.3, проверить доводы заявительницы, отраженные в настоящем заявлении, о наличии в нем сведений об исковом заявлении о взыскании за должности и за жилищно-коммунальные услуги, которые в материалах дела фактически отсутствуют, признать их обоснованными, результаты исследования отразить в вынесенном определении. Путем исследования материалов дела проверить доводы заявительницы, отраженные в настоящем заявлении об отсутствии в них доказательствах, подтверждающих проверку судом искового заявления о вынесении за должность и за жилищно-коммунальные услуги на соответствие его содержания требованиям, установленным статьем 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, признать их обоснованными, результаты исследования отразить в вынесенном определении. Путем исследования материалов дела проверить доводы заявительницы, отраженные в настоящем заявлении о наличии в них искового заявления, о взыскании за должности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, признать их обоснованными, результаты исследования отразить в вынесенном определении. Путем исследования материалов дела проверить доводы заявительницы, с отражёнными настоящими заявлениями об отсутствии в них определения по вопросу принятия производства суда, искового заявления о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В том 1 лист дела 4.5.6 признать их обоснованными результатами исследования отразить материал дела. Передаю материал дела в вынесенном определении. Путём исследования материалов дела проверить доводы заявительницы, отраженные настоящими заявлениями об отсутствии у них доказательств, подтверждающих проверку судом искового заявления о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В том 1 лист дела 4.6 на соответствие его содержания требованиям, установленным статьями 131 и 132 Гражданского официального кодекса Российской Федерации. Признать их обоснованными результатами исследования отразить внесенного определения. Признать необходимым провести судом проверку искового заявления о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В том 1 лист дела 4.5.6 на соответствие его содержания требованиям, установленным статьями 131 и 132 Гражданского официального кодекса Российской Федерации. И на основе результатов, полученных при проведении проверки этого искового заявления, вынести соответствующее определение о принятии заявлений в производстве суда и подготовке дела к судебному разбирательству. По результатам рассмотрения и разрешения настоящего заявления об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, вынести соответствующее определение. В определении отразить доводы заявительницы, указанные в настоящем заявлении об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, действия сторон и мирового судья, направленные проверки об основанности и разрешении вопросов, поставленных в настоящем заявлении. Выводы сделаны на основании установленных обстоятельств судебных постановлений. Вынесенное определение огласить немедленно после его вынесения. Заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, а также протокол оценки искового заявления, приобщить к материалам дела. Прилагаю протокол оценки искового заявления на 15 страницах. Поглашаю. Протокол оценки искового заявления. Я сейчас вам все перейду. Познакомлюсь с материалом гражданского дела. 2.501.22.20. Заявительница установила. В материалах дела размещено исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Два дела в 4.30. Приложение. Давайте мы обсудим ходатайство о оказании содействия. Я хочу обласить. Здравствуйте. Привет. Передаю заявление об оказании заявительницы о действии, в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела. На трех листах. Пожалуйста. Отжигайте заявление. Разражаю по приобщению данного заявления, в связи с тем, что судом вынесено определение о соответствии искового заявления, поданного стороной листа, об его соответствии ГПК и вынесено определение о принятии искового заявления к рассмотрению. Поэтому это не актуальное заявление о рассмотрении повторного нашего искового заявления. Поздали сюда. Присмотрев заявление об оказании заявительницы о действии, в получении информации по вопросам, связанным с рассмотрением дела, и суду определил отказательного интервью заявления, поскольку в материалах дела имеется исковое заявление, общество заграничное ответственное субъект, который не станет за голос по оплате за жилое помещение коммунальной услуги. Данное исковое заявление принято к производству суда определением исполняющего обязанности мирового судебного участка номер 2, в любом районе Ленинградской области, мировым судею и судебного участка номер 21, в любом районе Ленинградской области Косаревым, 19 октября 2021 года. На момент принятия указанного заявления к производству суда мировой судебного участка номер 20, в любом районе Ленинградской области действовал на основании распоряжения 31 августа 2021 года, председателя Выборгского района Ленинградской области. Кроме того, изложенные заявления обстоятельства, направленные на несогласие с определением о принятии искового заявления к производству, указанные доводы могут быть изложены ответчиком в апелляционной жалобе в случае обжалования решения на суд. Жаско. Еще ходатство, вы видите? Не вражаю. Относительно действий у тебя отсечу. Знакомишь содержание на определение, вынесенное судом по результатам рассмотрения разрешения, заявительница установила. В ходе судебного избирательства заявительница обратилась к суду с требованием рассмотреть и разрешить. Вопросы, поставленные подым нею заявлений. Председатель, предусмотрение настоящего заявления, не вынес на обсуждение сторон вопросов, поставленных заявлений на своем заявлении, не предложил представителю общества дать свои объяснения относительно обстоятельств, на которые заявительница ослалась в этом заявлении, а также предоставить суду доказательства, опровергающие эти обстоятельства, вынес определение, которым не указал вопрос, которым выносится определение, не сообщил участникам судебного развирательства сведения об обстоятельствах, на основании которых он пришел к своему выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявительницы в полном объеме, а также не указал ссылку на закон, которыми он руководствовался. Указанные действия председательствующего свидетельствуют о сокрытии им от заявительницы информации, имеющей юридическое значение, а также о нарушении им требований, установленных статьями 2, 6, 12, 35, 166, 195, частью 4, статьей 198, пунктами 4, 5, частью 1, статьей 225 Гражданского партизального кодекса Российской Федерации. Являются самостоятельным основанием для подачи заявительницы заявлений об отводе мирового судей, а также возлагают на заявительницу обязанности заявить свои возражения относительно действий председательствующего. На основании изложенного руководства и с требованием, установленными статьями 2, 6, 12, 35, частью 2, статьей 156, статьями 166, 195, частью 4, статьей 198, пунктами 4, 5, частью 1, статьей 225, 228, 229, 230 Гражданского партизального кодекса Российской Федерации. Заявительница требует настоящее возражение относительно действий председательствующего внести в протокол судебное заседание в полном объеме. Председательствующему дать разъяснение относительно своих действий, в котором предоставит заявительнице информацию о том, какие действия, события или правовые состояния послужили основанием для сокрытия председательствующим от заявительницы полной и достоверной информации о мотивах к совершению действий в обход требований, установленных статьями 2, 6, 12, 35, 166, 195, частью 4, статьей 198, пунктами 4, 5, частью 1, статьей 225 Гражданского партизального кодекса Российской Федерации, а также указать ссылку на нормы процессуального законодательства, которые наделяют председательствующим правом действовать код требований перечисленной нормы законодательства о гражданском судопроизводстве. По результатам рассмотрения настоящих возражений вынести определение, в котором указать вопросы, поставленные заявителем в этих возражениях, установленные судом обстоятельства имеющие значение для дела, выводы суда, основанные на установленных судом обстоятельствах, доказательства, на основании которых судом сделаны выводы, ссылку на нормы закона, которыми суд руководствовался, судебное постановление. Определение, вынесенное по результатам рассмотрения разрешения настоящего возражения относительно действия председательства, огласить немедленно после его вынесения. Содержание процессуальных действий председательства отразить в протоколе судебного заседания в полном объеме. Настоящее возражение относительно действия председателя, возражение относительно действия председателя, возложенное возражение, внести в протокол судебного заседания. Еще в податчике у вас нет? Протокол оценки искал заявления. Мы вам отказали в предыдущем заявлении. При рассмотрении настоящего заявления и внесении соответствующего определения председатель не совершил ряд процессуальных действий, в результате чего у заявительницы сложилось убеждение сознательным сокрытием от заявительницы информации, имеющей юридическое значение. Такие действия председательствующего послужили основанием для оглашения и подачи ею в письменной форме возражения относительно действий председательщего. Вместе с тем председательствующий, поданный заявительницей возражение относительно его действий, фактически поставил без рассмотрения заявление относительно своих действий. Заявительница не предоставила информацию о том, какие действия, события или правовые состояния послужили основанием для сокрытия председательствующим от заявительницы полной и достоверной информации. О мотивах совершения действия в обход требований, установленных в статье 2, 6, 12, 35, 166, 195, частью 4, статьи 198, пунктами 4, 5, частью 1, статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не раскрыл ссылку на нормы процессуального законодательства, которые наделяет председательствующего правом действовать в обход требований перечисленных норм законодательства о гражданском судопроизводстве, не указал. Кроме того, по результатам рассмотрения настоящих возражений председательствующий в вынесенном определении не указал вопросы, поставленные заявительницей в этом возражении, установленные судом, обстоятельства, имеющие значение для дела. Выводы суда основаны на установленных судом обстоятельствах, доказательства, на основании которых суд сделал выводы, ссылку на нормы закона, которым суд руководствовался. Перечисленные выше обстоятельства подтверждаются протоколом судебного заседания, председательствующим неопровергнутым, что достаточно явно указывает на совершение действия обход требований, установленных статьями 2.12.2 ст. 156, ст. 195, 198, 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в их системной связи с правилами, установленными статьями 1.10.309 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в результате чего им были ограничены конституционные права заявительницы, гарантированные статьей 18.2.24.4 ст. 29 Конституции Российской Федерации. При указанных выше обстоятельствах руководствии с требованиями, установленными статьями 2, 6, 12, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, частью 2 ст. 156, статьями 166, 195, частью 4 ст. 198, пунктами 4, 5, ч. 1 ст. 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в их системной связи с правилами, установленными статьями 1.10.309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 18, пунктом 2 ст. 24, пунктом 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, заявительница требует настоящее заявление об отводе мирового судьи, внести в протокол судебного заседания в полном объеме, председательствующему принять к рассмотрению настоящее заявление об отводе мирового судьи, вынести на обсуждение сторон вопросы, поставленные заявительницей в настоящем заявлении об отводе мирового судьи. По результатам рассмотрения настоящего заявления об отводе мирового судьи, вынести определение, в котором указать вопросы, поставленные заявительницей в этом заявлении, Установленные судом обстоятельства, имеющие значение для дела Выводы суда установлены Основанные на установленных судом обстоятельствах Доказательства, на основании которых суд делал выводы Ссылку на нормы закона, которые суд руководствовал Судебное постановление Определение, вынесенное по результатам рассмотрения разрешения настоящего заявления Отвода мировой судительства, согласить немедленно После его вынесения Содержание процессуальных действий Председатель или сучаствующих дел Отразить в протоколе судебного заседания В полном объеме Настоящее заявление об отводе мировой суди Приобщить с материалом дела Пожалуйста Отседайте заявление об отводе мировой судебного судебного Сторона СССР возражает Суд Заслушав заявление об отводе мировой судебного Основание для отвода мировой судебного 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 Не может рассматривать дело Отличе к отводу Если при предыдущем рассмотрении данного дела Участвовал в нем В качестве прокурора, помощника судей, секретаря судебного заседания Представителя судей, эксперта, специалиста, переводчика Является судебным примирительным по данному делу Является Ростником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле Либо их представителей Лично, прямо или косменно заинтересованы условия дела Либо иметь иные обстоятельства Истеризовать По минимуму В обеспечении И беспристрастности Показанное в заявлении об отводе мировой судебного Обстоятельствами Не свидетельствует о наличии оснований для отвода мирового судебного Предусмотрено статью 16 Врежданство партизального кодекса Российской Федерации Не свидетельствует о наличии сомнений в объективности и беспристрастности мирового судебного И также оснований, обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела Судебное заседание продолжается Система суд Возвращаясь к рассмотрению вопроса об отводе Суд у нас В колонии статьи 20 Врежданство партизального кодекса Российской Федерации Определил удовлетворение заявления Ответчика Назарова Елена об отводе мирового судебного Отказать Судебное заседание продолжается Заявление об оказании Заявительного содействия В получении информации По вопросам связанным С разобрательством дела Ознакомившись с содержанием искового заявления Некого общества с ограниченной ответственностью Вектора Заявительница установила 4 октября 2021 года Исходящий номер 534 Некое общество с ограниченной ответственностью Вектора Направило судебный участок номер 20 Исковое заявление Обзыскание задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги Далее заявление Исдела 456 Оценив содержание заявления Исдела 456 По правилам установленных статьями 2, 6, 12, 35, 56, 57, 59, 60, 67, 68, 131, 132, 195, 196, 198, 225 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации Заявительница установила Обстоятельства Которые указывают на совершение лицом Действующих от имени Этого некого общества Многочисленных действий Обход закона С целью завладения денежными средствами Заявительницы Без установленных законом И сделкой оснований Путем обмана и введения в заблуждение Так в заявлении Литв дела 456 Не нашли своего отражения Сведения Об основном Государственном регистрационном номере общества С ограниченной ответственностью вектор Что фактически указывает На сокрытие лицом Действующих от имени этого общества Информации Имеющие юридическое значение И позволяющие суду Идентифицировать организацию Обратившуюся в судебный участок Номер 20 Выборгского района Игородской области С этим заявлением Вместе с тем Заявление Том 1 из дела 456 Не только не содержит указанных На основном Государственном регистрационном номере Присвоенном некому обществу Автору документа Но и сведения о документах Подтверждающих его присвоение А также Устанавливающих явную взаимную связь Между сведениями Между сведениями Отраженными в исковом заявлении И документами Приложенными в имени Отсутствие заявления Из дела 456 Сведения об основном Государственном регистрационном номере Присвоенном некому обществу А также сведения о документах Подтверждающих его присвоение И устанавливающих Явную взаимную связь Между сведениями Отраженными в исковом заявлении И документами Приложенные к нему Создала заявительницей суду Препятствия Для полного и всестороннего исследования Доказательств их совокупности Начиная с решения Собственников помещений В многоквартирном доме Номер 11 По бульвару Шутузова В городе Выборге Ленинградской области Принятых на их общем собрании И учитывая доказательства Изданные после таких решений Или решений Частью 2 статьи 12 Гражданского опционального кодекса Российской Федерации На суд возложена обязанность Оказывать лицам Участвующим в деле Содействие в реализации их прав Создавать условия Для всестороннего И полного исследования доказательств Установления фактических обстоятельств И правильного применения законодательства При рассмотрении и разрешении Настоящего гражданского дела Руководствуясь требованием Частью 1 2 3 статьи 67 Гражданского опционального кодекса Российской Федерации Заявительница вправе Уже на стадии подготовки Дела к судебному разбирательству Оценить Относимость Допустимость Достоверность Любого доказательства Представленное в суд Лицами участвующими в деле В том числе Искового заявления И приложенных к нему документов В отдельности А также Достаточность И взаимную связь В совокупности В связи с отсутствием В исковом заявлении Сведений Об основном Государственном номере Присвоенном организации Автору этого заявления Поданное лицом Действующим От имени Некого Общества Исковое заявление Следует признать Неудовлетворяющим Требования Относимости И допустимости Поскольку В нем Не нашли Своего отражения Сведения Об основном Государственном Регистрационном номере Присвоенном Некому Обществу На основании Изложенного Руководства С требованиями Статьями 2 6 12 35 39 56 57 67 68 131 132 149 157 166 169 195 196 198 225 228 229 230 Гражданского Аппартуального Кодекса РФ Пунктом 5.8 ГОСТ Р 70 97 ДФИС 2016 Национальный Стандарт РФ Система Стандартов По Информации И Библиотечному Мередаческому Делу Организационно-распредительная Документация Требования К Оформлению Документов Заявительница Требует Нести протокол Судебного Заседания В полном Объеме Содержание Настоящего Заявления Об оказании Заявительницы Содействия В получении Ее Информации По вопросам Связанным С разбирательством Дела Принять Настоящие Заявления Об оказании Заявительницы Содействия В получении Информации По вопросам Связанным С разбирательством Дела К рассмотрению и разрешению путем исследования содержания искового заявления, лист дела 456, проверить доводы заявительницы о том, что исковое заявление не только не содержит указанное на основную государственную регистрационную номеру, присвоенную некому обществу, автору документа, но и сведения о документах, подтверждающих его присвоение, а также устанавливающих явную взаимную связь между сведениями, отраженными в исковом заявлении и документами, приложенными к нему, признать их обоснованными, результаты исследования отразить в вынесенных определениях. Вынести на обсуждение сторон вопроса, поставленные заявительницей в настоящем заявлении об оказании заявительницы содействия подчинения информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, а именно о возможности внесения в исковое заявление свежений об основном государственном регистрационном номере, присвоенном организации автора искового заявления, а также о документе, подтверждающем его присвоение указанной организации в установленном законном порядке. Предложить ИСЦУ изменить содержание искового заявления путем внесения в него сведений об основном государственном регистрационном номере, обществу с ограниченной ответственностью вектор автора этого документа, а также отразить в нем явную взаимную связь между сведениями, отраженными в исковом заявлении, и документами, приложенными к нему, в случае принятия ИСЦУ, совершения, внесения в исковое заявление сведений об основном государственном регистрационном номере, присвоенном организации автору искового заявления, а также об отражении в нем взаимной связи между сведениями, отраженными в исковом заявлении и документами, приложенными к нему, разрешить вопрос об отложении разбирательства дела на срок, необходимый ИСЦУ для совершения соответствующих процессуальных действий, в случае отказа ИСЦА изменить содержание искового заявления путем внесения в него сведений об основном государственном регистрационном номере, присвоенном организации автору искового заявления, а также отражение в нем взаимной связи между сведениями, отраженными в исковом заявлении и документами, приложенными к нему, признать исковое заявление, не удовлетворяющим требованиям относимости и допустимости. Поставить это заявление без рассмотрения, а также разрешить вопрос о признании таких действий недобросовестными и отказе в защите принадлежащего этому обществу права полностью или частично. По результатам рассмотрения и разрешения настоящего заявления об оказании заявительницы содействия в получении ей информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, вынести соответствующее определение. В определении отразить доводы заявительницы, указанные в настоящем заявлении, об оказании заявительницы содействия в получении ей информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, Действия сторон и мирового судья, направленные на проверку их обоснованности и разрешения вопросов, поставленных в настоящем заявлении. Выводы, сделанные на основании установленных обстоятельств, судебные постановления. Вынесенное определение огласить немедленно после его вынесения. Заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, приобщить к материалам денег. Передаю. Заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела на двух листах. Пожалуйста. Отсюда и отсюда. Обратите внимание, что все заявления, которые сейчас зачитывает сторона ответчика, связаны в тем или иной степени с исковым заявлением, в отношении которого судей Косачевым вынесено определение о соответствии требуемому закону и Городжанскому процессуальному кодексу. Поэтому сторона ответчика в нарушении 35 статьи ГПК злоупотребляет правом затягивать судебный процесс. Обращаю внимание сюда. Я буду предъявлять сказать, что я буду вводить заявление об оказании заявительницы действия, получения информации по вопросам, связанным с разбирательством дела. В частности, о номере из ЕГЭ, поскольку в материалах дела имеется выписка из ЕГЭ, 29 сентября 2021 года, которая приложена к исковому заявлению. В данной выписке указана у ГРН общественность с ограниченной ответственностью ВЕКТОР. Поэтому отвечу, как она знакома с материалами дела. Пожалуйста, заберите. Возражаю относительные действия председательствующего. Возражаю относительные действия. Хорошо, ваше возражение заносит в протокол судебного заседания. У меня есть еще заявление о показании заявительницы о действиях, получения информации по вопросам, связанным с разбирательством дела. Ознакомьтесь с содержанием мскового заявления. Некого общества с ограниченной ответственностью ВЕКТОР заявительница установила. 4 октября 2021 года, исходящее 534, некое общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР направило в судебный участок номер 20 Выборгского района Ленинградской области исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Дальше заявление. Лист дела 456. Оценив содержание заявления, лист дела 456, по правилам установленных статьями 2, 6, 12, 35, 56, 57, 59, 60, 67, 68, 131, 132, 195, 196, 198, 225 Гражданского специального кодекса Российской Федерации заявительница установила обстоятельства, которые указывают на совершение лицом действующему от ныне некого общества многочисленных действий в оплату закона с целью завладения денежными средствами заявительницы без установленных законом и сделкой основания путем обмана и введения в заблуждение. Так, в заявлении лист дела 456 не нашли своего отражения сведения о представителе некого общества с ограниченной ответственностью вектор, его имени и адресе, тогда как общеизвестно, что от имени юридического лица действует физическое лицо. Кроме того, заявительница вправе отметить, что исковое заявление не содержит сведений о паспортных данных представителя некого общества с ограниченной ответственностью вектор, тогда как сведения о паспортных данных заявительницы это заявление содержат, что подтверждается копия части заявления, размещенной ниже. Все паспортные данные мои почему-то есть. Это обстоятельство фактически указывает на сокрытие лица, действующего от имени некого общества информации, имеющей юридическое значение и позволяющей суду идентифицировать физическое лицо, предъявившее в судебный участок номер 20 Выборгского района Ленинградской области исковое заявление от неизвестного общества с ограниченной ответственностью вектор. Вместе с тем, заявление лист дела 456 не только не содержит указаний на физическое лицо, предъявившее в судебный участок номер 20 Выборгского района Ленинградской области, исковое заявление от неизвестного общества с ограниченной ответственностью вектор, его имя и адрес, но и сведения о документах, подтверждающих достоверность таких сведений, а также устанавливающие явную взаимную связь между такими сведениями, отраженными в исковом заявлении и документами, приложенные к нему. Отсутствие в заявлении в том, один лист дела 456 сведений о представителе общества с ограниченной ответственностью вектор, его имени и адресе, а также сведения о документах, подтверждающих достоверных таких сведений и устанавливающих явную взаимную связь между сведениями, отраженными в исковом заявлении и документами, приложенные к нему, создало заявительнице и суду препятствия для полного и всестороннего исследования доказательств в их совокупности, начиная с искового заявления и включая все последующие процессуальные документы, приложенные к нему. Частью 2 ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на суд возложена обязанность оказывать лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении настоящего гражданского дела. При этом, как следует, из содержания ч. 11 ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Руководство истребований ч. 1.3 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявительницы вправе уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству оценить относимость, допустимость, достоверность любого доказательства, представленного в суд, лицами участвующих в деле, в том числе искового заявления и приложенных к нему документов в отдельности, а также достаточность и взаимную связь в совокупности. В связи с отсутствием в исковом заявлении сведений о физическом лице, предъявившем судебный участок номер 20 Выборгского района Ленинградской области, исковое заявление от неизвестного общества с ограниченной ответственностью вектор, его имени и адресе, исковое заявление следует признать неуверитворяющим требования относимости, допустимости, поскольку в нем не нашли своего отражения, сведения о лице, действующем от имени некого общества, его имени и адресе. Кроме того, не отражением в исковом заявлении сведения о паспортных данных этого лица и одновременным отражением в нем сведений о паспортных данных заявительницы следует признать нарушением равноправия, которое согласно требованиям части 1 статьи 12 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации является основанием осуществления правосудия по гражданским делам. На основании изложенного руководства с требованием статьями 2, 6, 12, 35, 39, 56, 57, 67, 68, 131, 132, 149, 157, 166, 169, 195, 196, 198, 225, 228, 229, 230 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации пунктом 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации Заявительница требует внести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления об оказании заявительницы содействия получения ей информации по вопросам, связанным с разбирательством дела Принять настоящее заявление о показании заявительницы содействия получения информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, просмотрения и разрешения. Путем исследования содержания искового заявления проверить доводы заявительницы о том, что исковое заявление не содержит сведений о представителе некого общества с ограниченной ответственностью вектор его имени и адреса, а также сведения о паспортных данных этого лица, признать эти доводы обоснованными, результаты исследования отразить вынесенным определением. Путем исследования содержания искового заявления виздела 456 проверить доводы заявительницы о том, что исковое заявление не содержит информации о документах, подтверждающих достоверных сведений о представителе некого общества с ограниченной ответственностью вектор, о его имени и адресе, а также сведения о паспортных данных этого лица, устанавливающих явную взаимную связь между сведениями, отраженными в исковом заявлении и документами, приложенными к нему, признать их обоснованными, результаты исследования отразить в вынесенном определении. Вынести на обсуждение сторон вопросы, поставленные заявительницей в настоящее заявление об оказании заявительницы содействия получения информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, а именно о возможности внесения истцом исковое заявление, сведения о представителе истца, его имени и адресе, а также о документах, удостоверяющих личность, представителей истца и подтверждающих его адрес. Предложить истцу изменить содержание искового заявления путем внесения у него сведений о представителе некого общества с ограниченной ответственностью вектора, его имени и адресе, а также сведения о паспортных данных этого лица, а также отразить в нем явную взаимосвязь между этими сведениями и документами, приложенными к нему. В случае принятия истцом решения о внесении в исковое заявление сведений об представителе некого общества с ограниченной ответственностью вектора, его имени и адресе, а также сведения о паспортных данных этого лица, а также об отражении в нем взаимной связи между этими сведениями и документами, приложенной к нему, разрешить вопрос об отложении разбирательства дела на срок, необходимый истцу для совершения соответствующих процессуальных действий, В случае отказа истца изменить содержание искового заявления путем внесения в него сведений о представителе некого общества с ограниченной ответственностью вектор, его имени и адресе, а также сведения о паспортных данных этого лица, а также об отражении в нем взаимной связи между этими сведениями и документами, приложенной к нему. Признать исковое заявление неудовлетворяющим требованиям относимости и допустимости действия истца, нарушающими основу состязательности и равноправия сторон, оставить это заявление без рассмотрения, а также разрешить вопрос о признании таких действий недобросовестными и отказе в защите принадлежащего этому обществу права полностью или частично. По результатам рассмотрения разрешения настоящего заявления об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, вынести соответствующее определение. В определении отразить доводы заявительницы, указанные в настоящем заявлении об оказании заявительницы, содействие, получение информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, действия сторон и мирового судья, направленные на проверку их обоснованности и разрешение вопросов, поставленных в настоящем заявлении, выводы, сделанные на основании установленных обстоятельств судебных постановлений. Вынесено определение. Огласить немедленно после его вынесения. Заявление об оказании заявительницы содействия в получении информации по вопросам, связанным с разбирательством дела, приобщить к материалам дела. Передаю судьи на двух листах. Лучше обсуждать, судьи. Пожалуйста. Сторона ИСЦА возражает о приобщении данного заявления, так как ответ на данное заявление находится в пункте 13, приложение к исковому заявлению, в отношении которого, повторно заявляю суду о том, что судью Косачевым вынесено определение о соответствии его гражданскому процессуальному кодексу. И, уважаемый суд, ответчик продолжает употреблять правом и задает вопросы и заявления в суду, касающиеся искового заявления, в отношении которого, определением Выборгского городского суда вынесено постановление о соответствии его гражданскому процессу. У меня все. Отказать от удовлетворения заявленного кодексу, поскольку исковое заявление подписано представителем ИСЦА по доверенности. Доверенность имеется в материалах дела, с которыми ответчик ознакомлен. Кроме того, 19 октября 2021 года, исполняющего обязанности мирового шаги судебного участка номер 20 Выборгского района Номерской области Косарем, рассмотрено исковое заявление на соответствии с требованиями, предъявляемыми к словам и заявлениям, статьями 131 и 132. Соответственно, вынесено определение о принятии указанной искового заявления, кто из вас по судам. Заявляю о злопотреблении представителем ИСЦА Никитиным правом. Так Никитин заявил о злопотреблении заявительницы правом, тогда как именно действия некой Никитины привели к затягиванию и рассмотрению дела, поскольку именно она не отразила в исковом заявлении всех реквизитов, обязательных для указания в исковом заявлении, чем создала препятствие получения необходимой информации из искового заявления. Ссылка ИСЦА на принятие искового заявления неким Косаревым является несостоятельной, так как Косарев вынес определение в отношении исков, которые в материалах дела фактически отсутствуют. Докладывается исковое заявление. ИСЦА Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» обратился с иском к ответчику Назаровой Ольги Леонидовне о взыскании задолженности по оплате за живое помещение коммунальной службы, указав, что ответчик Назарова Ольга Леонидовна является дарьким собственником трехвосьмых долей квартиры, расположенной по адресу Ленингарская область, город Выборг, Бульбах, Путуково, дом 11, квартира 12, что подтверждается после выписки из Единого государственной регистры недвижимости об объекте недвижимости по адресу. В течение длительного времени ответчик не выполняет в полном объеме обязательства. Можно ли я вас перебью? Нет, докладывается исковое заявление. У меня еще заявление есть. Еще не все заявления. У нас мы перешли к стадии... Вы не огласили, что мы перешли к стадии. Возражаю. У нас суд огласил, что докладывается исковое заявление. Больше вам ходатайств не было. У меня ходатайств не были. Я вам сказала, что у меня не было... Если вы будете перебивать суд, я буду делать вам замечание за нарушение порядка в судебном заседании. Уважаемый суд, у меня есть еще... Я делаю... Отвечку делается замечание за нарушение порядка в судебном заседании, поскольку ответчик перебивает суд на докладе... Если вы будете перебивать и... Вы препятствуете не исполнить мои обязанности. При повторном замечании вы будете удалены из зала судебного заседания. Суд продолжает докладывательского заявления. В течение длительного времени ответчик не выполняет в полном объеме обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг задолженность. За период с 1 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года составляет 30 107 рублей 7 копеек. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» обращалось с заявлением о выдаче судебного приказа в порядке приказного производства в мировой суд. Для взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги соответчика собственника 3-8 доли жилого помещения, расположенного по адресу. В установленном порядке вынесено определение об отмене судебного приказа по делу номер 2-28-98-20 от 10 сентября 2020 года. Истец, управляющий организацией общества с ограниченной ответственностью «Вектор» осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии номер 049 от 6 октября 2015 года, выданной органом государственного жилищного надзора. Согласно решению неочередного общего собрания собственника в помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу Ленинградского область города Кубарк-Бульварк-Кутузова, дом 11, квартира 29, дом 11 от 29 июля 2013 года, указанный дом находится под управлением общества с ограниченной ответственностью «Вектор». С сентября 2013 года по настоящее время. Порядок расчета платежей за оказанные услуги жилищно-коммунального характера осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года номер 354 предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениям в многоквартирных домах и жилых домах. Цена за жилищно-коммунальные услуги для населения утверждены органами местного самоправления. Постановление номер 227 от 5 июня 2012 года. Нормативы и тарифы на коммунальные услуги для населения утверждены Комитетом по тарифам и ценовой политикой Ленинградской области именными нормативными документами, которые являются основанием для начисления платы жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном доме на основании ст. 153-155 ЖК РФ, также ст. 154 ЖК РФ, 157, ст. 309 РФ РФ. Истец просил взыскать с ответчика Назарова Ольги Леонидовны 1 апреля 1973 года рождения урожень предпоселка Селезнево-Быборского района Ленинградской области зарегистрированный по адресу. Собственно, до трех восьмых долей жилого помещения по указанному адресу за должность по оплате за жилищно-коммунальные услуги за период с 1 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года в сумме 30 107 рублей 7 копеек, а также доходы по оплате государственной плотной в размере 1103 рублей 0 копеек в пользу ООО «БЕЦАР». Жалко представить листа подряд на чистого уровня? Да, искали требования поддерживаем в полном объеме. Вы возражаете против ИСК РФ? Конечно. Вы желаете пояснение? Будете ли вы спросить? Нет. Скажите, пожалуйста, у нас жилищно-коммунальные услуги, вы представили расчет? Расшифровка расчета. Да, расшифровка расчета. Расшифровка расчета сделана в отношении трех восьмых долей на всю квартиру. Только в отношении доли Ольги Реонидовны Мазаровой. На три восьмых. То есть вы в исковом заявлении? Конечно, расчет сделан на три восьмых. Не только в отношении свидетельства о праве собственности. Какие-то еще дополнения желаете дать, нет? Ну, какие-то пояснения по поводу? Нет, пояснения нет. То есть у вас все услуги были оказаны по заключенным договорам? Да, в соответствии с исправкой, с теми договорами, актами выполненных работ, которые предоставлены и суду, и стороне ответчика. К тому же хотелось бы дополнить, что в условиях пандемии коронавируса у некоторых неплательщиков возникает вопрос, что управляющие организации продолжают, вопреки постановлению правительства, 424 апреля 2020 года начислять пене. Так вот, с апреля 2020 года до окончания взысканного периода по 30 июня 2020 года пене по данному квартире, по данному собственнику не начислялись. Рисморатория на начисление пеней за неоплату. У меня все. Хорошо, пожалуйста, слушаю на ответчика. У меня возражения по стальной форме относительно низкого стремления. Хорошо. Также хочу огласить суду, что суд не перешел на стадию и не огласил. И ответчику остались еще ходоконства. Убегайте, поехали дальше. Возражая в письменной форме относительно иисковых требований. Знакомишь с содержанием заявления о выдаче судебного приказа, приложив к нему документы, материалов приказного производства и судебного приказа, скового заявления некого общества с ограниченной ответственностью веков и приложенных к нему документов, подсуальных документов, оформленных и размещенных материалов производства судебным участком номер 20 Выборгского района Ленинградской области заявительница установила 30 июля 2022 года исходящая номер 484 МИКО Общество с ограниченной ответственностью веку 534-8 направил судебный участок номер 20 Выборгского района заявление о выдаче судебного приказа копия которого прилагается 484 4 октября 2021 года исходящий номер 534 МИКО Общество направил судебный участок номер 20 Выборгского района Ленинградской области исковое заявление об взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги далее том 1 лист дела 4 6 оценив содержание заявления о выдаче судебного приказа приложив к нему документов материалов приказного производства и судебного приказа искового заявления некого общества с ограниченной ответственностью вектора и приложенных к нему документов процессуальных документов оформленных и размещенных в материалах искового производства судебным участком номер 20 Выборгского района Ленинградской области по правилам установлены статьями 2 6 12 35 55 56 57 59 60 67 68 131 132 195 196 198 225 Гражданского оппозиционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованием статей 1 10 19 20 160 161 185 307 309 Гражданского кодекса Российской Федерации заявительница установила обстоятельства которые указывают на совершение лицом действующим отменения этого некого общества многочисленных действий в обход закона с целью завладения денежными средствами заявительницы без установленных законом сделкой основания путем обмана и введения возбуждений в результате проведенного исследования оценки документов размещенных в материалах приказного и искового производства заведенца пришла к убеждению в наличии тесных коррупционных связей между должностными лицами некого общества с ограниченной ответственностью вектор и должностными лицами судебного участка номер 20 Выборгского района городского в результате проведенной оценки перечисленных выше документов заявительница пришла к выводу об отсутствии среди представленных некой ОВИ Никитиной документов доказательств удостоверяющих требованиям относимости и допустимости которые подтверждают обоснованность заявленных требований отсутствие в материалах дела доказательств отвечающих требованиям относимости и допустимости указывает на отсутствие оснований для удовлетворения заявленных некой ОВИ Никитиной требования в полном объеме. Результаты исследования и оценки содержания заявления о выдаче судебного приказа, оценив содержание заявления о выдаче судебного приказа, приложив к нему документы по правилам установленных статьями 2, 6, 12, 35, 55, 56, 57, 59, 60, 67, 68, 131, 132, 195, 196, 198, 225 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями статьи 1, 10, 19, 20, 160, 161, 185, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации заявительница установила обстоятельства, которые указывают на совершение лицом, действующим от имени этого некого общества многочисленных действий в обход закона с целью завладения денежными средствами заявительницы без установленных законом сделкой оснований путем обмана и введения в заблуждение. Так, в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения сведения о фамилии, имя и отчестве автора этого документа, о месте жительства его автора, а также о документах, достоверщащих личных, это все взаимосвязано. Не перебивайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, у нас исковое заявление, а не заявление о внесении судебного приказа. Я имею право огласить все свои документы. Пожалуйста, что касается искового заявления, оглашайте. Вы меня выслушайте, пожалуйста. Что касается искового заявления, оглашайте. Это все взаимосвязано. О месте жительства его автора, а также о документе, удостоверяющей личность этого автора, что не позволяет идентифицировать личность автора документа, а также указывает на нарушение некой Никитиной ОВ требования, установленной частью 1 статьи 12, частями 1-3 статьи 56, статьями 59, 60, частью 5, статьи 67, части 2, статьи 124, пунктами 2-3, части 2, статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями статей 1, 10, 19, 20, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и указа президента Российской Федерации от 13.03.1997 года номер 232 об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Кроме того, в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения сведения о документах, дополняющих, недостающие в нем информацию, что препятствует за ее возможности установить взаимную связь между содержанием заявления о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документов. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызвать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявления о выдаче судебного приказа не удовлетворяют требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить и оставить без рассмотрения. По основаниям, перечисленным в статье 125 Гражданского оппозиционного кодекса Российской Федерации, на основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопросы признания действия ИСТА недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего ему права полностью. Далее в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения сведений об основном государственном регистрационном номере организации, выступившей ИСТОМ в данном гражданском деле, что не позволяет идентифицировать эту организацию, а также указывает на нарушение некой Никитиной ОВЭ требования установлены частью 1 статьи 12, частями 1-3 статьи 56, статьями 59-60, частью 5 статьи 67, частью 2 статьи 124, пунктами 2-3, части 2 статьи 131 Гражданского оппозиционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованием статьи 1, 10, 51, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения сведения о документах, дополняющих, недостающую в нем информацию, что препятствует возможности установить взаимную связь между содержанием заявления о вынесении судебного приказа и приложенном к нему документах. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызвать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить и оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в статье 125 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий социально-добросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащему праву полностью. Далее, в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения сведения о фамилии, имени и отчестве должностного лица, выступившего в качестве органа юридического лица, уполномоченного оформлять и представлять заявление о выдаче судебного приказа, как доказательство о его месте жительства, а также о документах, удостоверяющего личность, что не позволяет идентифицировать личность этого лица, а также указывает на нарушение некой непитерной В требований, установленных в части 1, ст. 12, частями 1, 3, ст. 56, ст. 59, 60, частью 5, ст. 67, частью 2, ст. 124, пунктами 2, 3, ст. 2, ст. 131 Гражданского оппозиционного кодекса РФ в их системной связи с требованиями ст. 1, 10, 19, 20, 307, 309 Гражданского кодекса РФ и указа Президента РФ от 13.03.1997 г. на 232 об основном документе, удостоверяющем личность гражданин РФ на территории РФ. Кроме того, в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения, сведения о документах, дополняющих недостающую в нем информацию, что препятствует возможности установить взаимную связь между содержанием заявления о вынесении судебного приказа и приложенной к нему документами. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы и не могут вызывать юридических последствий, а так и не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости, его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным статьей 126 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует осмотреть вопрос о признании действий истца недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего ему права полностью. Далее, под заявлением о выдаче судебного приказа отсутствует подпись лица, имеющего право скреплять это доказательство подписью. При оценке части документов, в которой должна быть размещена подпись у полномоченного лица, заявительница установила наличие подмены неустановленным лицом подписи на бессодержательный рисунок, по которому невозможно установить фамилию автора документа. Это обстоятельство указывает на нарушение некой ОВ требований, установленной частью 1 ст. 12, частью 1.3 ст. 56, статьями 59, 60, частью 5 ст. 67, частью 2 ст. 124, частью 4 ст. 131 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации и в их системной связи с требованием ст. 1, 10, 19, 160, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации инициального обучия, сложившегося на территории страны и отраженного во всех, без исключения, словарях русского языка, из содержания которых следует, что слово-подпись имеет единственное толкование, а именно, собственноручную написанную фамилию. Кроме того, в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения сведения о нормативных документах, позволяющие вместо собственноручного написания под документом фамилии рисовать бессодержательные рисунки, по которым невозможно установить фамилию автора документа. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что заявление о выдаче судебного приказа, полученное с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызвать юридических последствий, а так не может быть положенного основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в статье 125 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопросы признания действий вестца недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего ему права полностью. Далее в заявлении о выдаче судебного приказа некой ОВ Никитиной были указаны требования с нарушением указаний, установленных в статье 122 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации. При оценке требований указанных в заявлении о выдаче судебного приказа и сопоставлении этих требований с указаниями, установленными в статье 122 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации, заявительница установила наличие произвольной и документально необоснованной подмены требований, указанных в законе, на требования, не предусмотренные законом. Это обстоятельство указывает на нарушение некой Никитиной ОВ требований, установленных в части 1 ст. 12, ч. 1, 3 ст. 56, ст. 59, 60, ч. 5 ст. 67, ст. 122, 195 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации и в их системной связи с требованиями ст. 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, закрепленными в пункте 2 его постановления от 19 декабря 2003 года номер 23 о судебном решении, согласно которым решения являются законными в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению данному правоотношению или основаны на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права часть 1 ст. 1, часть 3 ст. 11 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации. Кроме того, в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения сведения о нормативных документах, позволяющих ИЦУ вместо требований, установленных в ст. 122 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации указывать произвольную и документально необоснованную их подмену. Эти обстоятельства в свидетельстве о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяют требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить и оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленной в ст. 125 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации, на основании изложенного заявительница выражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий сцами добросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего ему права полностью. Далее в заявлении о выдаче судебного приказа не нашли своего отражения сведений о действиях сцами ответчика, направленной на установление взаимных прав и обязанностей, а также о доказательствах, подтверждающих их фактическое установление, что указывает на нарушение некой ОВ требований, установленных в ч. 1 ст. 12, ч. 1-3, ч. 56, ч. 59-60, ч. 5-67, ч. 2-124, п. 5, ч. 2 ст. 131 и ст. 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованием ст. 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Это обстоятельство достаточно явно указывает на то, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушениями закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости, его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопросы признания действительства недобросовестными, совершенными в обходе закона, отказать в защите принадлежащему праву полностью. Далее, в приложении 1 первого абзаца на странице 1 заявление о выдаче судебного приказа, копия которого размещена ниже, в некой О. Никитине указаны сведения о том, что, зачитывая заявитель, управляющая организацией О. Вектор осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии номер 49 от 6 апреля 2015 года, выданной органами Государственного жилищного надзора. Вместе с тем, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений об отсутствии в указанной лицензии сведений о многоквартирном доме номер 11 по бульвару Кутузова в городе Выборге или Городской области. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой ОВ требований, установленных частью 1 статьи 12, частями 1-3 статьи 56, статьями 59-60, частью 5 статьи 67, части 2 статьи 124, пунктом 5, части 2 статьи 131 и статьи 148 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованием статьи 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также свидетельствую о том, что заявление о выдаче судебного приказа, полученное с нарушениями закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в статье 125 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительницы возражают относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требуют рассмотреть вопрос о признании действий истца недобросовестными, совершенными в обход закона, подсказать в защите принадлежащему ему права полностью. Далее, в предложении 2 первого абзаца на странице 1 заявление о выдаче судебного приказа, копия которого размещена ниже, некой увыникительной указаны сведения о том, что, зачитывая, согласно решению внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу Ленинградская область, город Выбор, плюар Кутузово, дом 11, 29 июля 2013 года, указанный дом находится под управлением ООО «Вектор». Вместе с тем, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений о направлении неким обществом «Вектор» в адрес собственников помещений в указанном ему квартирном доме и их представителей, своих предложений установить взаимные права и обязанности, а также о доказательствах, подтверждающих фактическое совершение этим обществом указанных действий. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ООО «В» требований, установленных, частью 1, статьи 12, частями 1, 3, статьи 56, статьями 59, 60, частью 5, статьи 67, частью 2, статьи 124, пунктом 5, части 2, статьи 131 и статьи 148 Гражданского оппозиционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованием статей 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также свидетельствую о том, что заявления о выдаче судебного приказа, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не может вызвать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить и оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в статье 125 Гражданского оппозиционного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть по признанию действий истца недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащему права полностью. Далее, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений о лицах, по инициативе которых было созвано неочередное общее собрание собственных помещений на квартирном доме номер 11 по бульвару Кутузова в городе Выборге в Ленинградской области, их именах или наименованиях, адресах, документах, удостоверяющих личность и подтверждающих право собственности на помещение в этом многоквартирном доме, о документах, подтверждающих полномочия представителей собственников, а также о доказательствах, подтверждающих фактическое существование таких лиц и инициировании или проведения общего собрания собственников помещений в этом доме, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ОВ требований, установленных частью 1 ст. 12, частями 1.3 ст. 56, ст. 59, 60, частью 5 ст. 67, частью 2 ст. 124, пунктом 5, ч. 2 ст. 131 и ст. 148 Гражданского Курсального Кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями ст. 1, 10, 19, 20, 307, 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации Указа Президента Российской Федерации от 13.03.1997 года номер 232 об основном документе удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации ст. 45 и 48 ЖК РФ А также свидетельствует о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызвать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости и его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в ст. 125 Гражданского Партуального Кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий истца недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащему ему права полностью или частично полностью ему права. Далее заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений у лицах, принявших участие в неочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме номер 11 по бульвару Фитузова в городе Выбор в Ленинградской области их именах, длинно именованиях, адресах, документах удостоверяющих личность и подтверждающих право собственности на помещение в этом многоквартирном доме о документах, подтверждающих полномочия представителей собственников, а также о доказательствах, подтверждающих фактическое существование таких лиц, их участие в общем собрании собственных помещений в этом доме, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ОВ требования установленных частью 1 ст. 12, частью 1.3 ст. 56, статьями 59, 60, частью 5 ст. 67, частью 2 ст. 124, пунктом 5, частью 2 ст. 131 и ст. 148 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями ст. 1, 10, 19, 20, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации Указы президента Российской Федерации от 13.03.1997 г. 232 об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации ст. 45 и 48 ЖК РФ, а также свидетельство о том, что заявление о выдаче судебного приказа, полученное с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решение суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в ст. 125 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопросы признания действий сца недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего ему права полностью. Далее заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений, о принятых общим собранием решениях по вопросам установления прав и обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме номер 11 по бульвару Кутузова в городе Выборге по отношению к некоему обществу Вектор, а также о доказательствах, подтверждающих фактическое установление таких прав и обязанностей по отношению к этому обществу, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ООВ требования, установленных частью 1 статьи 12, частями 1.3 статьи 56, статьями 59, 60, частью 5 статьи 67, частью 2 статьи 124, пунктом 5, части 2 статьи 131 и статьями 148 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями статей 46.162 ЖК РФ, а также свидетельствует о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушениями закона, не имеет юридической силы, не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить и оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным статьями 125 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий истца недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащему праву полностью. Далее, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений, принятых общим собранием в решениях по вопросам установления состава общего имущества на квартирном доме, в отношении которого будет осуществляться управление неким обществом «Вектор», а также о доказательствах, подтверждающих фактическое установление такого состава, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной УВ требования установленной частью 1 ст. 12, частями 1 и 3 ст. 56, ст. 59, 60, частью 5 ст. 67, частью 2 ст. 124, пунктом 5, части 2 ст. 131 и ст. 148 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями ст. 46.162 ЖК РФ, а также свидетельствуют о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы, не может вызывать юридические последствия, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в ст. 125 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий сца недобросовестным, совершенным в обход закона, отказать в защите принадлежащие ему право полностью. Далее заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений о принятых общим собранием решений по вопросам установления перечни работ и услуг по управлению новоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в новоквартирном доме, порядка изменения такого перечня, перечня коммунальных услуг, которые предоставляет некое общество вектор, а также о доказательствах, подтверждающих фактическое установление таких перечней и порядков, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной УВ требований, установленных в ч. 1 ст. 12, ч. 1, 3 ст. 56, ч. 59, 60, ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 124, п. 5 ч. 2 ст. 131 и ст. 148 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями ст. 46. 162 ЖК РФ, а также свидетельствуют о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы, не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям перечисленной статьи 121 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос признания действий истца недобросовестными, совершенные в обход закона, отказать в защите принадлежащему праву полностью. Далее, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений о принятых общим собранием решениях по вопросам установления порядка, определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, порядка внесения такой платы, а также о доказательствах, подтверждающих фактическое установление таких перечней и порядках, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ОВ требований, установленных частью 1 статьи 12, частями 1.3 статьи 56, статьями 59.60, частью 5 статьи 67, частью 2 статьи 124, пунктом 5, частью 2 статьи 131 и статьями 148 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями статьи 46.162 ЖК РФ, а также свидетельствия о том, что заявление о выдаче судебного приказа, полученное с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требования относимости и допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в статье 125 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований и в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий истца недобросовестным, совершенным им в обход закона, отказать в защите принадлежащей ему права полностью. Далее, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений о принятых общим собраниям решений по вопросам установления порядка осуществления контроля за выполнением управляющей организации ее обязательств по договору управления, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной УВ требований, установленных частью 1, статьи 12, частями 1, 3, статьи 56, статьями 59, 60, частью 5, статьи 67, части 2, статьи 124, пунктом 5, части 2, статьи 131 и статьи 148 Гражданского пункционального кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованием статей 46.162 ЖК РФ, а также свидетельствую о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы, не может вызывать юридических последствий. У нас судебный приступы уходят, нам надо закрывать помещение. Буквально 15 минут, 7 часов, нам надо закрывать секундация. Также не может быть положено в основу в решение суда. Смите ради бога, если я вас проживу, коллега, 2, 1, 5, 6, 7 часов, помещение надо будет закрыто, нам надо закрывать секундация. У нас перерычки в нем нет. Сейчас, продолжаем судебное заседание. У нас уже 15, 7, прошу обратить внимание к участникам процесса, что в 7 часов необходимо будет закрыть судебное заседание, и поскольку помещение необходимо сдавать на судебные запрещения. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить и оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным статьей 125 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действия истца недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать защите принадлежащему права полностью. Далее, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведения о направлении собственниками помещений в многоквартирном доме номер 11 по Бывару Кутузова, в городе Выборг-Белинградской области, в адрес некого общества, с ограниченной ответственностью вектор, задание в течение согласованного срока на плату выполнить работы и оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам обеспечить готовность инженерных систем осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ОВ требований, установленных частью 1 статьи 12, частями 1 и 3 статьи 56, статьями 59, 60, частью 5 статьи 67, части 2 статьи 124, пунктом 5, части 2 статьи 131 и статьями 148 Гражданского опционального кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованиями статей 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 46, 162 ЖК РФ, а также свидетельствует о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушениями закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решение суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованию относимости и допустимости, его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основанию, перечисленному в статье 125 Гражданского опционального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий сца недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего вам права полностью. Далее, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений о заключении между собственниками помещения на квартирном доме, обладающими более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме и неким обществом с ограниченной ответственностью вектор договора управления, указанном на квартирном доме, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой негативной ОВ требований, установленных частью 1 ст. 12, частями 1.3 ст. 56, статьями 59, 60, частью 5 ст. 67, частью 2 ст. 124, пунктом 5, частью 2 ст. 131 и ст. 148 Гражданского официального кодекса Российской Федерации, в их системной связи с требованиями ст. 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 46, 162 ЖК РФ, а также свидетельствует о том, что заявление о выдаче судебного приказа получено с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено на основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основанию, перечисленной в ст. 125 Гражданского официального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий листа недобросовестным, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего ему права полностью. Далее, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений о направлении неким обществом с ограниченной ответственностью вектор в адрес заявительницы предложений заключить договор управления многоквартирным домом на условиях, указанных в решении общего собрания собственников с приложением к ним договора управления указанным многоквартирным домом и удовлетворенных, удостоверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих принятие собственников помещений в многоквартирном доме номер 11 по бульвару Кутузова в городе Выборге Ленинградской области решений о выборе этого общества в качестве управляющей организации и заключения с ним договора управления на условиях, указанных в принятом собственнике решения, а также о доказательствах, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ОВ требований, установленных частью 1 ст. 12, частями 1.3 ст. 56, ст. 59, 60, ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 124, пунктом 5 ч. 2 ст. 131 и ст. 148 РК РФ в их системной связи с требованиями ст. 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 46, 162 ЖК РФ, а также свидетельствует о том, что заявление о выдаче судебного приказа, полученное с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в ст. 125 Гражданского операционного кодекса РФ. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действий СЦА недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего ему права полностью. Далее заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведения об исполнении неким обществом с ограниченной ответственностью вектор договора управления на квартирном доме номер 11 по бульвару Кутузова в городе Выборге Ленинградской области и доказательства, подтверждающих этот факт. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ОВ требований, установленных в ч. 1 ст. 12, ч. 3, ч. 1, 3, ч. 56, ч. 59, 60, ч. 5, ч. 67, ч. 2, ч. 124, ч. 5, ч. 2, ч. 131 и ч. 148 Гражданского операционного кодекса РФ в их системной связи с требованиями ст. 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 46, 162 ЖК РФ А также свидетельствует о том, что заявление о выдаче судебного приказа, полученном с нарушением закона, не имеет юридической силы, не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основу решения суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявление о выдаче судебного приказа не удовлетворяет требованиям относимости допустимости и следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в статье 125 Гражданского операционного кодекса РФ. На основании изложенного заявительница возражает относительно удовлетворения заявленных требований в полном объеме и требует рассмотреть вопрос о признании действительства недобросовестными, совершенными в обход закона, отказать в защите принадлежащего вам права полностью. Далее заявление о выдаче судебного приказа в абзаце 2 на его странице 1, копия которого размещена ниже, содержит сведения о том, что зачитываю, ответчик Назарова Ольга Леонидовна является долевым собственником 3 восьмых доли квартиры, расположенной по адресу, что подтверждается копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости по адресу Ленинградской области город Выборок, бульвар Кутузова, дом 11, квартира 13. Вместе с тем, заявление о выдаче судебного приказа не содержит сведений о факте добровольной передачи заявительницы некому обществу с ограниченной ответственностью и своих персональных данных о том числе данных, подтверждающих ее право собственности на помещение на квартирном доме номер 11 по бульвару Кутузова в городе Выборге Ленинградской области, а также о доказательствах, подтверждающие указанные факты. Эти обстоятельства указывают на нарушение некой Никитиной ОВЭ требований, установленных частью 1 ст. 12, частями 1-3 ст. 56, ст. 59-60, ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 124, пунктом 5 ч. 2 ст. 131 и ст. 148 Гражданского официального кодекса Российской Федерации в их системной связи с требованием ст. 1, 10, 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 46, 162 ЖК РФ, а также свидетельствует о том, что заявление о выдаче судебного приказа, полученном с нарушением закона, не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, а также не может быть положено в основном решение суда. Более того, эти обстоятельства указывают на то, что заявления о выдаче судебного приказа не удовлетворяют требованиям относимости и допустимости. Его следовало возвратить или оставить без рассмотрения по основаниям, перечисленным в статье 125 Гражданского официального кодекса Российской Федерации. На основании изложенного заявительницы возражают относительно удовлетворение заявленных требований в полном объеме и требуют рассмотреть вопрос о признании действий сцена недобросовестными, совершенными в обход закона, отказывают в защите, принадлежащему праву полностью. Далее заявление о выдаче... У нас время заканчивается, поскольку у вас еще есть возражения, у нас судебное заседание нужно еще продолжать, однако у нас уже без пяти семь предполагать необходимо отделить перерыв в этом заседании до 6 мая в 14 мая. Расписываться не нужно, у нас есть перерыв, поэтому по техническим причинам объявляем перерыв. Как уже было сказано, необходимо закрывать помещение. Закончила возражать на странице 18, пункт 104, абзац 104. А потом уже твой сергин, после перерыва. Да, кто-то помнит 6 мая в 14 мая. Стерに все равно? Да. Все, пожалуйста, собирайтесь, пожалуйста. Собирайтесь пожалуйста! Смотрю когда это будет. Какой день, девятница. Субтитры сделал DimaTorzok